Это ваша проблема. Вы должны настаивать на этом знакомстве. Надо добиваться, прилагать огромные усилия, чтобы вы стали присутствовать. Это ваша проблема. Вам надо добиваться того, чтобы любить их, настойчиво очень пытаться. Потому что это и есть. Вот, допустим, если у вас какой-то чилий где-то вскочил на ноге, допустим, это чья проблема? Вы говорите, что он там развивается? Но это чья проблема? Вы поймите, родители в 20% случаев по статистике являются причиной разводов. И причина их такого поведения — это их родительский эгоизм. Родители всегда ревнуют в тайне или явно своего дитя к его супругу. И с этим ничего не сделаешь, понимаете? Они его любят, и вы его любите. Получается любовный треугольник. И в чём заключается мудрость женщины? Она заключается в том, чтобы простить эту несправедливость по отношению к себе и начать им служить для того, чтобы потом в будущем сохранить свою семью. Так поступают все мудрые люди. Надо чуть послабее нокаус сделать, иначе мне будет трудно смотреть в зал. Вроде бы нормально. Сейчас посмотрю. Да, вроде бы нормально. Чуть-чуть ещё послабее, потому что оттеняет зал мне. Ага, вот так всё, отлично. Сейчас отлично. Меня же нормально видно, да? Всё. Видите, вы сейчас основываете свою жизнь на своих желаниях. Помните, мы говорили с вами в начале нашей лекции прошлой, что когда человек имеет какие-то ожидания от жизни, это ожидание становится причиной разрушения его жизни. Сейчас вы находитесь в этой ситуации. Эта ситуация классическая для всех людей. Её надо побеждать. Вы ожидаете от человека больше, чем он может вам дать, но он уже достаточно хороший для того, чтобы соглашаться замуж. Достаточно хороший. Потому что лучше найти сложность очень сложно. Практически невозможно. Для вас это самый лучший вариант. Да, моя хорошая. Женщина, у неё всё самое лучшее выходит наружу в жизни. Мужчины всё самое лучшее прячутся внутрь. Поэтому женщина очень часто ошибается в выборе. Они думают, я такая красивая, такая хорошенькая, у меня такие качества, я такому дураку досталась. Понимаете? То есть она видит в себе всё самое хорошее, всё самое плохое вообще не видит. Женщине очень трудно увидеть в себе, как и другим людям в ней, плохие черты вообще. Потому что у женщины всё самое лучшее выходит наружу, и оно затеняет плохое. А у мужчины наоборот. Всё самое плохое наружу выходит, а хорошее, и они прекрасны вроде бы снаружи, зато душой красив наверняка. Мужчина всё самое хорошее внутри таится. Это западня. Поэтому многие женщины остаются одинокими из-за того, что они не понимают этого закона. Мужчина раскрывается в отношении. Она потом, когда начинает жить с ним, начинает видеть его качества, хорошие характеры. А у женщины в течение жизни, наоборот, скрывается вся грязь, которую она скрывала от всех в течение жизни. Не гордитесь собой. Идите к родителям, пытайтесь добиться отношений, соглашайтесь на замужество. Вам с ним будет легче, потому что, когда вы одна, вы впадаете в депрессию. Он вас будет спасать от депрессии, потому что он очень активный человек. Вам не даст будет заторможенное сознание, ступор не будет вам давать. Женщине надо выдавать замуж. Знаете об этом? Женщине очень трудно самой выйти замуж. Мне есть тысяча причин, почему не соглашаться. Она боится. Вот я сейчас ее выдаю замуж. Ну ладно, давайте дальше. Кто следующий у нас? Я буду сам смотреть. Подождите, подождите. Сам я буду смотреть, кому нужно. Вот девушки, да, в синем. Ему сильно нужно. Я спрашиваю, сложная ситуация. Поближе микрофон. Мы же для всех. Мы не есть. Мы дадим, что он будет. В то время, куда это будет. И имеет ли это смысле, куда это будет? Знаете, когда человек еще не замужем, не женат, то нужно разбираться. Не факт, что именно то, что нужно, дали. Нужно понять сначала. Если человек женат уже, то разбираться нечего. Надо пытаться сохранить семью. Потому что люди, если вместе год прожили, это уже точно в воле Бога. И все, тогда надо просто стараться изо всех сил сохранить семью. Иначе потом будет хуже. И вы мне просто должны на слово поверить, потому что я изучаю эту тему много лет и знаю, что когда люди разводятся или человек бросает кого-то дальше, все по написанной программе уже идет в его жизни. Какие бы он там семь пядей во лбу не имел, не имеет значения. Я вижу по вам, что ваша ситуация непростая. Я не могу ответить на ваш вопрос, пока я ее не пойму. Но если вы стесняетесь раскрывать, то тогда в молитве вы сможете сами ее понять. Но я вам не могу сказать, что вы сейчас можете принимать однозначное решение какое-то. Часто бывает так, что люди должны пожить отдельно какое-то время, или с чем понять, что делать дальше. Или они должны учиться общаться друг с другом. Я не знаю вашей ситуации. Вы задали мне нетипичный вопрос. Всегда ли все, что происходит, является волей Бога? Вы просто не знаете, что происходит. Вы не знаете, может быть, свой экзамен, как вам поступать, что делать. Поэтому нужно сначала в нем разобраться. Это значит, что с мужем, да, вместе жили, значит, с мужем. Ближе микрофончик. И что? Он не хочет с вами жить. И вы не хотите с ним. Ну и в чем вопрос-то? Ничего не сделаешь? Когда человек не владеет ситуацией, тогда зачем об этом спрашивать? Ситуация не принадлежит ему, тогда нет вопроса. Я не смогу? Если, допустим, я говорю, Олег Геннадьевич, у меня отрезало палец. Я говорю, палец сохранен? Нет? Тогда в чем вопрос? Пальца нет? Я могу просить Бога о том, чтобы он дал мужу? Вы должны просить Бога о том, чтобы он дал мужа. Но сначала вы должны раскаяться о том, что произошло. А вы еще не раскаитесь. Я могу это сказать точно, потому что я как раз и занимаюсь этим. Я вижу ваше сердце. То есть есть зона в сердце у женщины, которая отвечает за создание семьи. У женщины есть два типа красоты. Одна красота привлекает человека, а вторая красота, второй вид красоты удерживает рядом с собой. Тот вид красоты, который у женщины удерживает рядом с собой, он идет из сердца и не зависит от нее. Это неосознанный вид красоты. Иногда женщина понимает у себя, что сердце в ней холодное, и семью она создать не может. Вот такая ситуация сейчас у вас. У вас сердце холодное, и семью вы создать не можете. Хотя внешней привлекательности достаточно, чтобы кого-то привлечь. Это ваша ситуация в жизни. И причина этой ситуации такова, что вы не раскаялись за то, что произошло. Наказывается человек всегда за гордость. То есть вы поступили гордо по отношению к этому человеку, и сейчас вы отвечаете за свою гордость. Холодом из вашего сердца. Это Господь дает тепло, которое мужчина воспринимает как гарантию счастливой семейной жизни от женщины, когда такое тепло идет из сердца, то он хочет ее взять замуж. Вот как у этой девушки такое тепло идет из сердца. Это привлекает. Но у вас нет такой энергии. Это значит, что вы не заслуживаете. Итак, вам надо сейчас не думать о том, как привлечь мужчину. Это бесполезно. Как некоторые мечтают купить машину, а денег нет. Ну и что толку мечтать? Нужно просто раскаиваться. Пока сердце не потеплеет. Нужна молитва. Нужны отношения с Богом. Понятно? Дальше. Давайте будем общаться. Вот женщина. Вы не отглядывайте. Светлые волосы длинные. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такая ситуация. У меня родители, они постоянно ловляются. И когда я к ним приезжаю на выходные, мама начинает говорить, вот такой папа сипой. Когда я сказываю свою речку время, она говорит, вот ты папочку любишь, она у тебя самая лучшая, она у меня ничего, и он начинает с лёгок. А я и не работаю. Вы знаете, какую позицию в этом случае надо занимать? Это, понимаете, есть три типа поведения. Есть поведение в невежестве, поведение в страсти и поведение в благости. Когда люди, даже родственники, близкие, ведут себя в невежестве, то есть невежественное поведение — это эгоизм, который полностью закрывает разум. То есть люди ослеплены в это время, они ничего не понимают, что творят. И в это время человек должен занимать очень твёрдую позицию необщения на эту тему. Просто игнорируйте все эти слова и говорите о чём-то другом. Твёрдо, непреклонно и сильно. «Мамочка, я всё поняла, давай поговорим о том, как у нас с тобой дела, всё хорошо, просто, всё спускайте на тормозах» и другую тему. Ничего страшного. Ничего страшного. Тогда значит, что вам надо там быть недолго у родителей. Просто «Мамочка, я тебя люблю, целую, вот тебе подарки, как у тебя дела, всё хорошо, но я побежала». Вы не можете, здесь для вас нет выбора. Выбор осуществляют они. Если они не хотят с вами добрых отношений, а пытаются вас стягивать в разборки, то это значит, что вы им не нужны. Они должны захотеть вас, и вы должны ставить условия своего пребывания у них. То есть в этом случае нужно обучение у родителей, и вы должны просто их любить на расстоянии. «Мамочка, я тебя люблю, целую, всё, приехать не смогу, потому что мне очень тяжело находиться в этой ситуации, когда вы меня вовлекаете в свои споры. Я вас обоих люблю и готова приезжать, если мы на эту тему с вами общаться не будем». Твёрдая позиция. Часто люди думают, что наказание является проявлением предательства. Но в любви всегда есть 200 медалей. Одна сторона медали — это доброта и покладистость, а вторая сторона медали — это твёрдые принципы и наказания. Наказывать близких людей нужно, чётко понимая, зачем ты это делаешь, и с добрым сердцем, не боясь аскезу, брать на себя аскезу. В данном случае вы не хотите их воспитывать, потому что это аскеза же, правда? Вам надо эту аскезу совершить сейчас. Вам надо твёрдо занять твёрдую позицию и ждать, когда они поймут, о чём идёт речь. Это не значит, что она никогда не будет жаловаться вам на своего мужа, на вашего отца, но она уже не будет агрессивно это делать. Она будет это делать извинительно. А вы можете тогда это спокойно, реагировать на это спокойно. Но если люди занимают агрессивную позицию в своей неправоте, то единственный способ вести с ними отношения – это отстранённая доброта, если это старший. Паш, вопрос? Вот вы? Да? Не расстраивайтесь, и всё будет хорошо. Не расстраивайтесь. Вам говорю на первом ряду, девушка. Конечно. Ну? У меня такой вопрос в отношении между браком, мамой и сестрой. То есть у брака есть девушка, но она не держит, как хочет. Она что? Две держит, как хочет. Он её любит, они вместе служат. И на этой почве у нас разногласились с ним. Мама, брат, сестра. Эта девушка имеет ещё помимо мужчин, много браком, ещё несколько мужчин. То есть им уже далеко за 30 лет. А сколько это время длится эти отношения? Да, их отношения уже годы три. Причём она не уйдёт, он знает, что она не уйдёт. Я открывала её несколько раз. Ну, то есть, видите, она отдаёт ему любовь, она отдаёт ему энергию любви, он находится в зависимости от этой энергии и унижается. Вы говорите, что я ничего полезного не могу, я люблю её вместо тебя и мамы. Как и мамы, видите, мама очень переживает всё. Ну, а как быть? Всегда ситуация любая преодолевается в три этапа. Первый этап. Вместе с молитвой все три этапа проходят, потому что вы сейчас говорите мне, Олег Геннадьевич, гора, которая передо мной стоит, я её не могу пройти. Сейчас объясняю, как её проходить просто. Первый этап — принять брата таким, какой он есть. То есть, в молитве принять его просто таким человеком, который не способен понять глупость женщины. Ну что, глупую женщину не надо брать замуж, он не может это понять. Не может, не может, ничего страшного. Первый этап — это принять его таким. Вы, мы сейчас говорим с вами о вас. Нет, вы не должны сейчас мне ничего рассказывать. Вы должны просто слушать, потому что вы в замешательстве, ваш разум сейчас не способен проанализировать ситуацию. Вы не приняли его, хоть и говорите, что принимаем. А это означает его. Потому что речь не о нём сейчас, не о ней сейчас идёт, а о нём. Причём тут о нас. Выключаем все мобильные телефоны. Мы же не о ней сейчас говорим о нём. Причём тут о нас. Конечно, они находятся в одной ситуации. Ваша цель сейчас — это принять ситуацию жизни брата. Вот он не может справиться с собой. Есть физические болезни, есть болезни ума, а есть болезни разума. Он сейчас, у него болен разум. Когда человек теряет себя в понимании вещей, это означает, что у него болен разум. Он не способен понять, что такое хорошо, что такое плохо сейчас. И единственное, что может помочь ему в этой ситуации, это любовь. Поэтому ему надо сначала принять. И путь к победе длинный. То есть вы думаете, сейчас он должен сделать так, как вы хотите просто. Это невозможно. Ну, допустим, человеку можно пациенту сказать, иди в туалет. Он скажет, ну у меня запор. Простите, я не могу. Нет, надо идти в туалет, иначе вам будет хуже. Но я не могу. Вы говорите, надо делать клизму, вы ему говорите. Он говорит, я боюсь, я не буду делать клизму. И в туалет сходить не могу. И что в этом случае врач должен сделать? Он должен сказать, ну ничего, все будет хорошо. Это первое, что нужно сделать, нужно успокоить человека, потому что он боится. Он не находится в нормальном состоянии сознания. Он просто не в себе. И все. И вы тоже не в себе, и ваша мама не в себе, и он. Вы втроем. Кто-то первый из вас должен войти в состояние разума, означает успокоиться. Спасибо вам большое. Так или нет? Ваша цель сейчас — молиться, успокоиться и принять этого человека. Это первый этап. Когда вы его примете, то в этом случае вы начнете с ним общаться. И лучше всего общаться с ним не на тему его личной жизни, а просто о чем-то другом. И установить с ним контакт. Сделать так, чтобы в отношениях, в контакте, в разговорах он понял, что вы для него не враг и не человек, который пытается его как-то скрутить, сдавить, а просто вы друг, друг человек для него. И эту тему не поднимайте вообще. И когда он почувствует, что вы его понимаете, то тогда он сам поднимет эту тему с вами в беседе. И тогда в этом случае вы должны ему сказать, что я понимаю, что тебе сейчас невозможно как бы с ней разрушить отношения, потому что ты очень сильно привязан к ней, ты нуждаешься в ее, этой энергии, которая от нее идет, вот этой энергии любви. Олег Геннадьевич сказал в лекции, что это на самом деле не любовь, а просто зависимость и все. Ну, ничего страшного. Ничего страшного, всякое бывает. Давай не будем на эту тему много говорить, потому что тебе это больно, эта тема. Давай поговорим о чем-то другом. Если он увидит, что вы с ним разговариваете на эту тему спокойно, его как-то оправдываете, то тогда он начнет через вас эту тему изучать. Потому что когда человек опирается на чей-то спокойный разум, то он также может изучать тему с помощью чужого разума, а не с помощью своего. И он вас будет спрашивать, а почему вот ты так думаешь, что мне с ней надо разойтись и так далее. Он будет спрашивать вас, потому что будет видеть, что вы на него не давите. Он будет пытаться разобраться во всем просто. В этом случае, если он не найдет опору. Но так как вы все сейчас в безумии находитесь, опоры нет. Вы в войну объявили его болезни. Представьте, что, допустим, человек лежит, больной гриппом, и к ним подходит негодяй, хватит лежать, вставай. Он говорит, я болею. Нет, ты не болеешь, ты просто лежишь и вставай. Это безумие, правда ведь? Но есть болезни разума, у него болен разум. И лечение разума происходит только в атмосфере спокойствия и любви. Но так же, как сейчас, я ваш разум лечу. Я же вас не отвергаю, я вам все объясняю, просто все. Я мог бы вас тоже объединить. За что вы так наказываете своего брата там и так далее. Я такие вещи не говорю. или вы сидите на лекции, принимаете брата или уходите с лекции. Понимаете? Понимаете, это ваша позиция, то, что вы сейчас делаете, вы так себя ведете. Это безумная позиция. Она указывает на то, что такое жизнь, и человек не понимает. Потому что в жизни бывает всякое. Бывает, что у человека препятствие в судьбе такое сильное, оно всем кажется очевидным. Но в его жизни оно такое сильное, что с ним не справишься просто вот так вот силой. Нужно постепенный путь пройти. Путь сначала принятия этой ситуации. Потом в молитве он начинает с вами устанавливать контакты через вас, начинает понимать, что происходит. Потом он пытается с помощью вас, допустим, как-то отвязаться от нее. Но это длинный-длинный путь, понимаете, который как бы ему надо будет пройти. Но вот то, что вы сейчас говорите, или мы, ну, допустим, ваша мама так говорит, не обращайте на ее слова внимание и не принимайте ее ультимату. Говорите, что я буду с ним общаться, дружить, и она тогда тоже успокоится. Поговорим, потом успокоится. я вам сказал, что делать. Давайте кого-то спросим сзади совсем, потому что некоторые думают, что если они сзади, я их не вижу и не увижу никогда. Вот девушка, да, вот совсем сзади возле двери там сидит, да, вы, да. За вами никого нет. Видите, она обернулась, потому что я ее не спрошу, думай, никогда. Рассказывайся. Рассказывайся. Необязательно. У меня очень тяжело отношение к мужу, но как сильно рекомендуем менять, а вот в чем она ошибка? Давайте мы не говорим сейчас об ошибках, а мы говорим о жизни, правда? Помните, вчера мы с вами говорили, что река любви течет в одну сторону. От кого она течет, куда? А вот 7 лет браки означает, что она уже течет слабее, и поэтому вы возмущаетесь. Раньше вы просто терпели. Ну, давайте думать, куда она течет. С двух раз. От вас к нему? Ну, он тогда был смиренный, скромный, очень униженный, такой оскорбленный, а вы были бы гордые, такая на лекции вы не ходили. Ваша ситуация, смотрите, все по-другому. Гордый он, а вы униженная и смиренная, правда? Значит, от кого она течет? От него к вам. и это значит, что вы вышли замуж до такого сильного, выдающегося человека, думали, мне повезло, да, с этим человеком, так было делать. Вы его баловали вниманием, думали, классный такой, хороший. Так? А? Активный такой, хорошо, настоящий мужчина, да? Да. Видите, да? Понимаете, о чем я говорю сейчас? Мы сейчас не говорим о том, что пугает, что не пугает. Мы сейчас пытаемся понять жизнь, да, для того, чтобы понять, что делать дальше. Так ведь? Так. Мы сейчас не говорим о том, что пугает. Мы сейчас разбираемся, пытаемся понять болезнь, как она протекает, ее ход, историю болезни разбираем. Так все началось с того, что по вашей судьбе любовь потекла от него к вам. И это значит, вы пользуетесь любовью, а он наглеет. Так? Значит, в чем заключается лекарство, ваше лекарство по отношению к нему? Как вы должны действовать, чтобы вы научились сохранить семью? сделать так, чтобы вы остались вместе? Что вы должны сделать? Как вы думаете? Три стадии. Первая стадия принятия его таким, какой он есть, наглым и грубым. Через молитву свои силы невозможно, своими силами перепрыгнуть через себя невозможно. Нужны силы Бога, нужна святость, нужно контактировать с алтарем и думать, Господи, дай мне силы все это принять, я не могу, у меня нет возможности внутри. И постепенно эти силы придут со временем, когда вы искренне попросите. Первая стадия принятия. Вторая стадия, не знаете? Я знаю, что вы не знаете. Я вчера об этом не говорил. Вторая стадия в этой ситуации такова. Женщина должна, приняв такого человека рядом с собой, она должна найти в себе силы очень мягко и по-доброму. Она должна служить ему, при этом служить очень хорошо и вызвать этим служением в себе благодарность в его сердце. Внешне это может не проявляться, у гордого человека благодарность снаружи не выходит. Но если в его сердце от вашей заботы не униженной заботы, а просто доброй заботы, доброй заботы, у него появится благодарность в сердце, когда... Но это на основе уже того, что ваше чувство собственного достоинства должно окрепнуть. Если вы его простите, примите такой, какой он есть, таким, какой он есть, вы успокоитесь сами и ваше чувство собственного достоинства станет не униженным, а нормальным, крепким. И в этом крепком состоянии, когда вы начнете заботиться, о нем служить, он почувствует благодарность от вас. А потом, когда он почувствует благодарность, Вы должны научиться дистанцироваться от него и в каких-то случаях, а в каких-то случаях ему мягко говорить о том, как лучше делать. По-доброму очень. Много-много раз. Потому что до мужчины доходит только с 50-го раза. Если ему 50 раз сказать одно и то же, до него дойдёт. Очень медленно, как паровоз, очень медленно сдвигается с места, и потом он разгоняется, его не остановишь. Так работает разум мужчины. Он очень медленно принимает что-то в жизни, а потом он в эту колею вошёл, и уже его не остановишь. Нет. Это называется недержание с точки зрения медицины. А я врач. Мы должны разобраться сначала в этом вопросе. Нет, не всё правильно, спасибо. Назад микрофон. Нет, я буду спрашивать. Вы уходить не собрались от него? Молодец, хорошо. Это первый был мой вопрос. Второй вопрос. Вы справитесь, нет? Молодец. Вы молитесь? Да. Отлично. Наступит такой момент, когда вы почувствуете, как будто бы в камень вы уперлись. Не бойтесь. Идите дальше, вперёд. У вас где-то на то, чтобы изменить эту ситуацию, по вашей судьбе у вас где-то год. В это время просто успокаивайте своих детей и говорите им, что всё будет хорошо. Мы уже меняем эту ситуацию. Хорошо? Не начинайте воспитывать человека, пока вы унижены. Начинайте воспитывать, когда у вас появились силы. Сила означает, что вы приняли его, тогда вам станет легче и спокойнее. В этот момент вы уже можете мягко говорить ему по-доброму, что он не прав. Потому что когда по злому говорит человек, он это никогда не примет и не поймёт. Обида — это тоже вид злобы, только по-женски. Теперь можете передавать трубочку другому, потому что два вопроса — это много. Давайте, девушка, на первом берегу. У меня сложное отношение с отцом. У всей семьи сложное отношение с отцом. Нас лет назад я переживала, так что заболела страстью. Благодаря на кожу помощи близким людям, они традиционно постоянно выключили. Сейчас ситуация повторяется. Начальник мужу прощили у него. Потому что молочек не могу. Но когда я его вижу, я его умеряю. Пицую. Я знаю, что его надо пройти. Видите, она плачет. Это значит, что она не нуждается в моих объяснениях. Она нуждается просто в том, чтобы я её успокоил. Я знаю, что я не могу сказать. Она хочет, чтобы я просто ей сказал добрые слова. Как вас зовут? Алёна. Алёна. Алёна? Алёночка. Ну, идите сюда, я вам цветочек подарю. Ну, как мне? Давайте, подходите ко мне. Я вам цветочек подарю сейчас. Когда человеку нужна просто забота и всё. Алёна, давайте опять, видите, ну, с точки зрения науки всё же просто, а жизнь другая. Вы понимаете, да? Давайте я всё-таки скажу науку, она такова, что если человек находится в невежестве, а такова ситуация вашего отца сейчас, к сожалению, то в этом случае с ним близких отношений строить нельзя, хоть он и близкий человек. И самая большая опасность — это привязанность к этому человеку. Понимаете, есть два типа любви. Один тип любви — это привязанность, то есть ждать любовь от кого-то. Если ты ждёшь любовь от невежественного человека, то вся твоя жизнь будет разрушена. Первое, что нужно сделать, нужно в молитве начать сострадать этому человеку, потому что всегда, как бы человек себя не вёл, он это делает только потому, что он страдает. Знаете, я разок тоже взял двух близких людей, они ругались между собой. Я взял, начал молиться, и в молитве мне было больно вот это всё слышать, но я сел, сначала успокоился, а потом в молитве я увидел, как они оба сильно страдают и пытаются друг другу через эти страдания и боль докричаться. Внешне выглядит, что они ненавидят друг друга, а на самом деле они просто стучатся изо всех сил, но так как они оба не хотят слышать друг друга, поэтому они и кричат. Понимаете? То есть они просто сильно страдают. Человек, злой человек, он просто сильно страдающий человек, и его гордость настолько сильная, что он сам не слышит других и не может достучаться, потому что неправильно стучит. В результате он ведёт себя очень агрессивно. Когда человек в такую ситуацию попал, то первое, что нужно сделать, нужно перестать от него ждать любви, потому что это страшно. Мы говорим о вашем сердце сейчас. Мы не говорим о том, трогаете вы кого-то или не трогаете. Мы говорим о том, что мысли об этом человеке приносят вам страдания по той причине, что вы ждёте от него того, той картинки, которую вы ждёте от своего отца. Вы же хотите, чтобы отец был таким-то, таким-то. И знаете, что у человека в жизни может быть пять отцов. Пять отцов, родной отец, наставник тоже является отцом и так далее. Вам надо просто найти старшего человека в своей жизни, найти, допустим, себе наставника в жизни, который бы с вами общался, и вы бы очень легко перенесли свои ожидания от своего отца на этого человека. И тогда вам бы стало легче. А потом вы бы смогли уже воспитывать своего отца, менять его, потому что вы бы тогда по отношению к нему заняли правильную позицию. Сейчас ваша позиция по отношению к нему ущербная, потому что вы от него зависите своей привязанностью. Привязанность означает ожидание того, чего не придёт в данном случае. Когда человек работает над собой, тогда от него можно ждать любви. Когда человек находится под влиянием страсти какой-то, у него есть желания в жизни какие-то, от него можно ждать любви в какое-то время, а в какое-то время нет. Поэтому с ним отношения надо устанавливать, такие как бы говорённые, по договорённости жить. А если человек находится в невежестве, о него ждать нечего, надо просто молиться за него, вкладывать в него разум, чтобы сила разума у него, чтобы разум появился в голове. Но это можно сделать только у того, у кого у самого есть разум в голове. Когда человек находится в невежестве, он разрушает всех вокруг. Всех, кто к нему привязан, они тоже безумцами становятся. Яд всегда распространяется и разрушает всё вокруг. Единственный способ — это избежать яда, это перестать зависеть от него. Итак, видите, мы потихоньку пришли с вами к теме, второй теме, которую я хотел с вами обсуждать. Эта тема напрямую касается взаимопонимания отношений, и эта тема сложная сначала, её трудно понять в себе. Вы сейчас легко её сможете понять в других, но в себе. Вы вот сейчас перестаньте желать от меня ещё что-то узнать, просто цветочки в руки возьмите, вам станет легче. Две стадии должны быть. Первая — я успокаиваюсь, вторая — понимаю. Когда человек и не успокоился, и хочет понять, это невозможно. Поэтому я дал цветочки вам, чтобы вы были связаны со мной и успокаивались. Хорошо? Придёт время, и вы поймёте. Что делать? Как жить? Хорошо? Видите, когда мы беседуем перед лекцией, сразу объём работы наш во время лекции становится очевидным. Итак, очень важно понять разницу между привязанностью или зависимостью в любви от человека и настоящей любовью. Настоящая любовь труднодостижима, потому что она состоит из того, что я вкладываю в человека, независимо от того, какой он хороший или плохой. Все люди по факту одинаково плохие. Одни больше, другие меньше. Но нет таких людей, которые бы принесли кому-то счастье в этом мире. В основном все нуждающиеся в счастье, потому что счастье могут принести только святые люди. То есть они сильнее своей судьбы, они способны быть вне эгоизма, они способны жить для других, способны себя отдать. Все остальные люди впадают в одну и ту же схему отношений. Первая стадия — нам хорошо. Вторая стадия — я хочу, чтобы это хорошо, чтобы лето не кончалось, чтобы оно повсюду мчалось со мной вслед. То есть я хочу дальше счастья от этого человека, наслаждаться им. Это называется привязанность. То есть человек хочет включить вечный двигатель, то есть он не хочет работать над собой, хочет, чтобы ему всегда было хорошо. А так, как всегда хорошо, не бывает. Это просто сказка. Поэтому привязанность рождает ложные ожидания. И эти ложные ожидания приводят к трём стадиям. Первая стадия — обида или гнев. Вторая стадия — потери правильного восприятия Личности. То есть он становится нарицательным героем в нашей жизни. Хороший качество мы не видим от такого человека. И третья стадия — разруха. «Good bye, my love, good bye». Ну то есть, понимаете, идея заключается в том, что всё начинается с ложных ожиданий. Означает нетрезвое отношение к своей судьбе. Мне кажется, что у меня в жизни должно быть всё лучше. На каком основании? Вы же не знаете, что вам положено. На каком основании мы считаем, что у нас должно быть лучше в жизни? На основании просто желания быть счастливым без труда в этом мире. Неправильное представление об этом мире. Смотрите, все в муках рождаются в этом мире, в муках умирают, в муках живут. И все хотят безоблачной жизни. Не сказка ли это, мои хорошие? То есть здесь, в этом мире, всё немножко не так устроено. Здесь, наоборот, всё через труд, через труд души, через познание, понимание вещей, через аскезу, через принятие. Человек получает счастье в этой жизни. А все страдания, они имеют одну и ту же схему. Ложное ожидание или привязанность. Дальше привязанность рождает беззащитность. Любое слово человека, к которому ты привязан, приводит к боли. Вот, допустим, если я в трамвае еду, мне кто-то скажет, «Эй, очкарик, убери свою лысину в другую сторону, поверни, и вообще не трогай меня, а тебе плохо пахнет». Ну, допустим, мне там кто-то скажет, «Ну и что он так сказал? Меня это не сильно трогает, потому что я его не знаю, этого человека. Может, он сумасшедший». Правда? Но если мне так скажет родная жена, то тогда это будет на всю жизнь пятно на наших отношениях. Понимаете, что значит привязанность? Привязанность — это когда одинаковые вещи становятся в 10 раз больнее. Те же самые вещи, которые ты не воспринимаешь от другого человека, для тебя становятся в 10 раз больнее. Один мудрый человек, я его спросил, я читаю лекции, как мне всегда оставаться спокойным в любой ситуации. Посмотрел на меня внимательно и говорит, «Ничему не удивляйся, и ты всегда будешь оставаться спокойным». Что бы ни происходило, ничему не удивляйся. Я говорю, а можно это в своей жизни применять? Если, говорит, ты сможешь, ты станешь невозмутимым мудрецом. Главная причина заключается в том, что мы удивляемся. Почему мой близкий человек так себя ведет? Люди подвержены неправильному восприятию. Они склонны делать глупости. Все это происходит под влиянием эгоизма. Эгоизм заблуждает человека, вводит его в неправильное пространство мышления. И это свойственно всем людям заблуждаться, делать глупости. Но почему мы удивляемся? Потому что мы ожидаем от них другого. Тогда сразу возникает вопрос, а зачем жить тогда? Жить для того, чтобы служить. Для того, чтобы принять человека сначала, а потом заботиться о нем. В этой заботе у него появляется благодарность. И через благодарность ты можешь ему объяснить, как надо, как правильно. Когда он с благодарностью относится к тебе, к нему входит знание. Ты становишься источником знания для него. Когда родные становятся родными? Три стадии. Первая стадия. Мы считаем друг друга родными, но наша совместная жизнь означает просто постельный режим и взаимоотношения с детьми, с заботами, с делами и с нашими мечтами. И мы вместе живем, но при этом нет глубины в отношениях. Есть просто совместные жизни и совместные дела. Сердце близкому человеку открыть невозможно в этом случае. Люди просто живут вместе, потому что у них есть общее счастье. Но это не означает близкие отношения. Когда люди привязаны к делам, друг к другу, они не могут быть близкими, потому что они очень ранимые в это время. Если к такому человеку очень близкому, который тебе привязан сказать правду, он будет очень сильно удручен. ему будет очень больно, и он начнет ругаться с тобой. Он не сможет принять эту правду. Итак, вторая стадия — это когда люди служат друг другу. Они просто… Их цель жизни — это служение. Они хотят вырваться из этой зависимости друг от друга. Они хотят настоящей любви, принятия, уважения и верности. Они встают на этот путь. Хотя бы один человек в семье. В результате что происходит? В результате происходит то, что в какой-то момент, когда вы хотя бы на первую стадию выходите, принятие, вам домой уже легко идти, потому что дома спокойно, никто ни с кем не рыбается, потому что вы всё приняли, вы уже ко всему привыкли. Как один мой знакомый сказал своему наставнику, он говорит, «Учитель, я у своей жены уже всё принял. Я, говорит, и это принял, и это, я уже всё…» «Я, говорит, уже всё, совсем согласен. Может, мне в монахи пойти?» «Я, говорит, ничего уже не хочу от женщин». Он говорит, «Не надо в монахи идти. Теперь самое время тебе быть счастливым. У тебя теперь в семье всё наладится». Это он только на первую стадию пришёл, понимаете? Пришёл на первую стадию настоящей жизни в этот момент. И так получилось в его жизни, потом всё пошло налаживаться, жена начала меняться. Не касается ли это всех нас с вами? Как вы думаете? Поразмысляйте на эту тему. Мы слишком много друг от друга хотим. Мы думаем, что мы лучше, но это не так. Это всё просто внешне. Вторая стадия отношений на уровне принятия. Люди просто могут жить друг с другом спокойно. Они дома отдыхают, они напрягаются. Им просто спокойно жить друг с другом рядом. Поднимите руку. У кого такая жизнь? Уже есть такие люди. Хорошо. Несколько человек. Активисты, видите, все на первом ряду. Есть третья стадия, когда люди начинают уважать друг друга. И, в принципе, этого уже достаточно, чтобы никогда не развестись. Стадия уважения означает, что человек считает, что это Богом данный мне человек. И слава Богу, что мне Бог дал этого человека, потому что через него я все радости и горести, всю мою судьбу могу пройти. И этот человек хороший на самом деле. Он хороший, у него куча хороших качеств, характеров. Внимите руку, у кого такая стадия. Только не поднимайте тех, кто живёт три года вместе. И меньше. Больше, да. Замечательно. Вот это и есть то, что надо. Потому что после трёх дней, после трёх лет заканчивается сладкий период жизни, потому что до трёх лет мы верны друг к другу, мы очень близко общаемся, у нас всё классно. Это просто мечты. Потом всё будет по-другому. Жизнь начинается позже. Так, когда человек, вы доходите до ста неуважения, означает, видите чистоту в человеке, видите душу, отблески души в нём видите, тогда в этом случае вы способны на близкие отношения, открывать сердце, говорить очень глубокие вещи о своей жизни, о своём понимании вещей близкому человеку. Говорите о том, что трудно слушать ему. Он будет спокойно слушать, соглашаться со всем, потому что он воспринял со всеми вашими недостатками. Он нормально это всё воспринимает. Допустим, если вы на первой стадии отношений, в которой нет близости, начинаете рассказывать о своих похождениях до брака этому человеку, потом он вам напомнит об этом во всём скандале. Он скажет, да ты посмотри на себя вообще, как ты жила? И вы подумали, Господи, зачем я ему всё это рассказал? И сразу тоже у меня вопрос, а зачем вы ему всё это рассказали? Не надо этого делать. Не надо раньше времени слишком сильно открывать сердце, это опасно, вы сможете пострадать, потому что близости-то нет, отношений глубоких нет, и на это надо признать. И на этой первой стадии отношений, когда люди живут просто для общих дел, для общего наслаждения, для общего счастья, для общих детей, для общего развития, они потом очень сильно удивляются, почему они разошлись. Так вот, знайте, что на этой стадии никакой стабильности в личной жизни нет вообще. То есть, понимаете, люди живут только потому, что между ними вот эта энергия любви течёт, и всё. Влюблённости имеется в виду, зависимости. То есть, когда эта энергия заканчивает течь, хотя бы чуть-чуть, человеку уже не устраивает, и он не будет жить рядом, потому что он больше не видит, зачем. Это может произойти в результате болезни, несчастного случая, увольнения для мужчины или бесплодия для женщины. И это может быть много причин на то, чтобы энергия любви перестала течь, потому что, ну, идеальные ситуации в жизни сохраняются не так уж и долго. В результате люди чувствуют, что они как-то уже и не нужны друг другу особо, потому что наслаждений-то нет. И они говорят, между нами нет любви. Потому что они не знают, что такое любовь. Они думают, что любовь – это когда вот тебе, это тебе хорошо. Мне хорошо с тобой, снегопады в дождик на ливной. Но это ещё не любовь, это просто влюблённость. И она также является причиной разрушения семьи. Потому что, если между вами нет вот этой вот влюблённости, которую наслаждают, как наркотик человека, тогда человек будет искать себе эту влюблённость где-то в другом месте. Неосознанно. Не надо его в этом обвинять. Просто есть много девушек вокруг, много парней, от которых исходит эта энергия влюблённости. В силу совместимости сердец людей. И в результате человек меняет якорь. Он сначала якорь снимает в одном месте, потом переплывает в другой и бросает там якорь. Для чего, чтобы там тянуть эту энергию любви от другого человека, пользоваться другим человеком, пока есть время? Потом она затухает, он опять якорь, и в другое место. и так далее. Но есть такая формула, что каждое новое место по судьбе будет слабее. Потому что мы же не можем, это же не перпетум мобили, вечный двигатель, да? То есть мне положено в жизни столько-то влюблённости. Я как бы испытал один раз, потом второй раз, потом третий раз, и с каждым разом всё меньше, меньше, меньше. Как у меня есть один знакомый, он уже, ему уже там 40 с лишним лет, он не женат. Ну, девушек у него было, завались. И я его спрашиваю, что я не женился до сих пор, столько девушек хороших было. Он говорит, да что-то влюблённость всё меньше и меньше становится с каждым разом. И я уже встречаюсь, вроде бы полюбил, недели две проходит, уже не люблю. Так, брат, так сколько можно уже, пора уже и остановиться. на эту влюблённость так клевать. То есть со временем поклёвка становится хуже. И это значит, что человек просто не имеет знания, что такое настоящее счастье в личной жизни. Он не понимает, что счастье от труда души. Надо с одним человеком начать жить, терпеть от него всё, трудиться рядом с ним над отношениями. Это даже принять от меня, то, что я сейчас говорю, это уже революция в сердце. Но без этого невозможно. Итак, победа над плохой судьбой в семейной жизни, в жизни человека происходит за счёт высших сил, за счёт чистоты человеческой. Надо сначала эталон чистоты от кого-то взять, а потом к нему стремиться и найти его в близком человеке также. Одного священника спросил ученик. Он говорит, скажи мне, батюшка, как мне всегда любить свою жену? И он ей сказал, ему сказал, ты вспомни в ней то, что ты видел, когда вы только встретились. Вот то, что ты видел, эту чистоту, и всегда в молитве пытайся и в ней найти эту чистоту. И тогда ты всегда её будешь любить. Ну, то есть, понимаете, когда мы встречаемся, то Господь нам открывает самое лучшее в человеке. Первая любовь моя земная, утро моих глаз. Утро моих глаз. То есть, мы глаза открываем на мир, когда мы влюбляемся. И все песни вот эти красивые. Месяц свои блёски по лугам рассыпал. Видите, месяц ожил, он становится живым. Все живым становится, когда человек влюбляется. Стройные березки, стройные березки шепчут, что-то липо. Все оживает, становится красивым, благодаря того, что человек влюбляется. Так ведь? Красивая жизнь становится. Это энергия Бога. Влюблённость — это энергия Бога. И мы начинаем видеть чистоту в человеке, в который мы влюбились. И это надо запомнить, и потом, когда вы с ним уже кидаетесь поварёшками с этим человеком, потому что вот эта методика «try and buy» — демоверсия, да? Когда мы какую-то программу берём в компьютере, раз попробовали, потом делали, а теперь покупай, если хочешь пользоваться. Эта методика придумана Богом на самом деле. И она называется «влюблённость». Сначала нам самое лучшее в человеке Бог показывает, мы это всё видим, а потом «до свидания», а теперь попробуй сам этого увидеть в этом человеке через свою жизнь с ним. Захлопывается картинка, ты начинаешь видеть с нём плохое всё, ругаться с ним, и потом, если ты правильный путь выберешь в отношениях, ты сможешь увидеть то, что надо. Но для этого ты должен со святостью много контактировать, потому что грязь в глазах не очистишь без Бога. Нужно эталоном очки протирать, понимаете, чистой тряпкой, иначе грязно будет всё видеть. Я надеюсь, что я приоткрыл вам в эту тему как-то дверь. Если вы хотите в ней разобраться, у меня есть много лекций по семейным отношениям. Эта тема с разных сторон разбирается. Как достичь гармонии? Она только одна. Один способ — это трудиться над отношениями, служить близкому человеку, молиться, прощая. В молитве человек приобретает силы, способность прощать, и так жить. Некоторые не молятся, а священные писания читают. Другие ходят в храм, чтобы успокоить своё сердце. Но самый сильный метод — это молитва, потому что разум в этом случае активную позицию занимает. Он сам побеждает судьбу. Когда человек ходит в храм, слушает лекции, слушает духовную музыку, это тоже нужно, это хорошо, это первая стадия. Вторая стадия — это изучение, как правильно жить, изучение священных писаний. А третья стадия — это контакт, связь с Богом через звук молитвы. Эта связь происходит. Следующая наша тема беседы — взаимоотношения в коллективе. И мы постепенно перейдём к этой теме. Сначала мы поговорим о взаимоотношениях со старшими, равными и младшими. Это очень важная тема, она тоже очень сильно важна в нашей жизни. Дело в том, что взаимоотношения с любовью — это всегда аскеза. И есть три типа неправильных взаимоотношений со старшими, равными и младшими. Взаимоотношения с равными или с друзьями неправильные взаимоотношения означают взаимоотношения, в которых я что-то жду от друзей, наслаждаюсь вместе с ними и не пытаюсь как-то им помочь в жизни, а просто наслаждаюсь, живу вместе с ними. Есть три типа дружбы. Первый тип дружбы — это дружба гостевая или праздничная, или концертная, или пикниковая, баневая и так далее. И такие же тоже можно строить отношения с родственниками. Дружба с родственниками тоже. Встречаемся на празднике, встречаемся в бане, на пикнике, встречаемся на природе. Для чего? Чтобы вместе понаслаждаться жизнью. Это самые поверхностные и лёгкие отношения. Никогда они подразумевают помощь. То есть, если люди вместе наслаждаются, а потом вам стало плохо, вы кричите «Помоги мне!» и всё не получится. Они не будут откликаться, потому что нет никакой идеи. Между выживами же не было таких отношений и взаимопомощи никогда. Как он будет вам помогать? Он что, должен переключать отношения? Ведь отношения были основаны на взаимном наслаждении. При чём тут помощь? Второй тип дружбы — это дружба, основанная на общих делах. Ну, допустим, женщины могут дружить, потому что у них есть маленькие дети. Их надо воспитывать, и они общаются друг с другом, пытаясь понять, что с ними делать-то, с этими существами маленькими, непонятными. И они пытаются это всё изучать. Это дружба глубже по природе, потому что в ней есть познание, есть самопожертвование, и есть аскезы, подвиги. То есть, это дружба деловая у мужчин в виде совместного бизнеса или совместной работы, совместной службы. «Наша служба и опасна, и трудна». Ну, то есть, люди, когда вместе что-то делают, особенно что-то важное, они становятся друзьями в этом случае. Или вместе в гору его возьми, ты поймёшь, кто таков. Ну, то есть, дружба, основанная на деятельности какой-то совместной, более глубокую природу имеет. И в этом случае люди, имея такую дружбу, могут рассчитывать на помощь. Какую помощь? Не то, что сердечную там уж сильно, а просто помощь. Человек чувствует, что надо помочь, и он помогает. Потому что у нас такие отношения. Он мне помогает, я ему помогаю. Просто такие отношения, такая жизнь. Допустим, у моего ребёнка, у ребёнка подружки температура. И она говорит, «Слушай, помоги, пожалуйста, у меня температура у ребёнка». И она говорит, «Конечно, давай полечим твоего ребёнка, у меня есть средства». Видите, помощь идёт. Но не от того, что сердце среагировало сильно, а от того, что такие отношения просто и всё. Трудно понять, о чём я говорю. Понятно? Теперь следующий тип дружбы. Называется сердечная дружба. Если отношения основаны на совести, на духовной практике, если это соратники, которые идут вместе духовным путём куда-то, они вместе верят в Бога, вера в Бога означает открытие совести. Если в этой дружбе есть духовные правила, есть чистота какая-то и возвышенность, тогда люди могут жертвовать собой ради этих отношений. Такая же дружба возникает, когда вместе люди идут за Родину, в бой. Это тоже вера, основана на вере. Они могут пожертвовать собой ради того, кто вместе с ним идёт за Родину. Понимаете? Это тоже вид веры. Это вера. Потому что Родина является частью проявления Бога. Так вот этот вид дружбы, фронтовая дружба, дружба верующих людей, это самый высокий тип дружбы, который невозможно имитировать. люди готовы жизнь друг за друга отдать в этом случае. Когда человек, допустим, с войны приходит в мир, он не может дальше найти себе таких друзей в жизни, потому что ситуация другая. Он не может дружить так сильно, как там на войне, понимаете? Потому что там люди как бы по-другому жили. Так же, когда человек верит в Бога, он тоже как на войне сражается только не с внешним врагом, а с внутренним. Поэтому он такие люди, с которыми он дружит, вместе вот такой дружбой живёт, это самая дорогая дружба, которую невозможно имитировать никогда и нигде. Теперь отношения. Если у вас есть младший, то эти три стадии отношений будут налицо. Первая стадия — вы хотите наслаждаться младшим, и это значит, что у вас будет два типа поведения по отношению к нему. Первый тип поведения — он делает хорошо и мне классно, и я в это время его балую, потому что мне же классно. И второй тип поведения — он не приносит мне счастья, этот человек, мне плохо от него, и поэтому я буду злиться на него и наказывать его. Теперь смотрите, в первом случае, когда я кого-то балую, у него разум развивается в это время? Нет? Нет. А во втором случае, когда я на него злюсь, разум развивается? Нет. Таким образом, в отношениях наслаждения, по отношению к ребёнку, к своему или к младшему, в коллективе точно так же, к тому, кто подчинён тебе. Отношения наслаждения, хороший сотрудник попался. Супер, отлично работает, хороший сотрудник. Не дай Бог вам это в лицо ему сказать. Что дальше будет? Человек портится, становится гордым, потом вам начинают условия ставить. Как я хороший сотрудник, с вами могу работать? На каких условиях? Отношения наслаждения, то есть кто-то мне приносит счастье, младший сотрудник или мои дети, всегда приводит к разрухе. Запомните это. Отношения долга. Менее доступны, чем сердечные отношения, но они более практичные. Это те отношения, в которых надо жить. То есть отношения долга означают, что мы пытаемся с младшими что-то делать. Вот допустим, мы ходим на тренировки, мы учимся в школе, но при этом мы ничего не ждём. Я ничего не жду от человека, я просто его развиваю, воспитываю. Как получится, так получится. Потому что я начинаю ждать, то и у меня своя картинка возникает. Эта картинка не соответствует человеку обычно. Понимаете, ожидание означает иллюзия всегда. «Мой сын должен быть врачом». Замечательно, иллюзия уже есть. Что это значит? Это значит, что даже если он по судьбе должен быть врачом, ему теперь будет уже тяжелее. Потому что вы мечтаете. Мечта — это жизнь в другой реальности. Чем отличается мечта от цели, как вы думаете? Когда человек ставит цель, он не привязывается к результату. Вот, допустим, есть два воина. Один говорит, «Мы обязательно победим». Вот какой молодец. Посмотрим, мой хороший. Судьба ему говорит. Второй говорит, «Я буду сражаться и буду выполнять свой долг. Смогу я победить или нет, я не знаю. Но я, по крайней мере, буду честно выполнять свой долг». Чувствуете разницу или нет? Если человек, который сражается, и он честно выполняет свой долг, его ранили, что он будет делать? Сражаться дальше, мои хорошие. Он будет трезвым, потому что он понимает, что это было возможно. Теперь человек, который верил в мечту, идет в атаку, его ранили, что дальше? Он понимает, что мечта пропала, и сразу слезы, сопли, окопная болезнь и так далее, и дезертирство. Понимаете, я такой пример привел, пример классический, везде и всегда. Допустим, у вас есть сын. Раньше это называлось вундеркинд, а сейчас дети индиго. Когда человек привязан к своему ребенку, у него всегда ребенок необычный, понимаете? Это первый признак этой привязанности. А раз у меня ребенок необычный, значит, скоро этот ребенок в своей жизни стукнет мне по башке. И обычно это происходит во время полового созревания. До полового созревания родители, дети привязаны к родителям, и поэтому они боятся проявлять себя слишком сильно в жизни. Они, по крайней мере, как-то себя сдерживают. После полового созревания ребенок отвязывается от родителей, и дальше из него лезет такое, что мама дорогая. И так как мама дорогая верила в своего сына, а не в Бога, то в этот момент она входит в шок, из которого выйти потом очень сложно. Потому что вера ее становится разрушена. Когда вера разрушается в человека, он входит в состояние стресса на несколько лет, как минимум, пока веру не поменяют. Это страшная штука веры. особенно не та, что надо, а та, что надо, хорошая штука, нужная. Итак, первый тип отношений с ребенком «мне повезло» или «мне не повезло». То есть я наслаждаюсь ребенком или я не наслаждаюсь ребенком, он у меня бездарь или он у меня хороший. Это заранее обреченный на неудачу тип понимания вещей. И в первом, и во втором случае. В первом случае ребенок становится несчастным, потому что он плохой, а во втором он становится гордым. Что еще хуже? Циником становится. Теперь второй вариант. Я просто тружусь над своими детьми. Я тружусь над ними. Я не знаю, что получится. Бог даст, все будет хорошо. Надеюсь на Бога, тружусь над сыном. Ведет себя плохо, ничего страшного. Ведет себя хорошо, тоже ничего страшного. Нормально. Третий тип отношений. Основан на духовной силе, когда родители имеют такую силу. Они верят своим, дети им верят. Почитают своих родителей. И тогда сила передается от родителей к детям. Через эту веру. Смотрите, в первом случае мой ребенок хороший. Дети, они не зависят от родителей, они просто маленькие башки. То есть они сами себе господа, они крутые, хорошие. Или совсем зачуханные, несчастные. Что, впрочем, одно и то же. У человека разум закрыт в это время. В втором случае разум развивается через то, что мой папа мне помогает. То есть есть какая-то связь на уровне доверия. А в третьем случае связь человека наступает очень сильная. То есть ребенок почитает своих родителей. Или еще больше предается им. И тогда в этом случае все самое хорошее от родителей перетекает к детям. Но понимаете, третий вариант труднодоступен. Это надо быть святым человеком, что так воспитывать своих детей. Надо иметь такие качества. Поэтому самый трезвый вариант — это второй. Ловите себя на первом варианте. Мне нравится мой ребенок. Мне не нравится мой ребенок. Стоп. Это уже не способ строить с ним отношения. Гармонии не будет. Потому что я сейчас просто пользуюсь тем, что мне Бог дал для того, чтобы я этому служила. Не нравится этот объем работы. Я захожу на свою кухню. Мне нравится моя кухня. Замечательно. Но это не способ строить отношения с кухней. Потому что если тебе нравится кухня, то там ничего делать не будешь. Просто будешь сидеть и думать, как мне нравится кухня. А нам надо готовить вообще-то. Тебя расслабляет эта мысль, что кухня хорошая. Второй вариант — не нравится кухня. Там бардак. Ну не нравится, не нравится. Это объем работы просто. Иди и сделай чистой. А если нравится, тоже не обращай на это внимания. Просто готовь там и все. Не надо там садиться и балдеть. Понимаете, о чем я говорю сейчас? Того человека, который и в радости, и в горе всегда спокойно выполняет свой долг, не думая о победе и поражении, никогда не теряя равновесия, называют невозмутимым мудрецом. Если же человек выходит из равновесия или вообще в нем не находится, тогда он просто глупец. Этот ребенок невозможный, невозможный. Хорошо, это объем работы твой. Сделай его возможным. Вот и все. Все, что требуется. Это невозможно сделать его возможным. Возможно. Если было невозможно, тебе этого ребенка никто не дал. Зачем тебе давать то, что невозможно? Какой смысл? Есть отношения со старшими. Первый вариант. У меня папа плохой. Или у меня папа хороший. Безнадега. Второй вариант. У меня есть папа. Какой бы он ни был, это мой папа. Мне Бог дал папу, потому что мне дали рождение. Этот человек мне дал рождение. И это означает, что я его принимаю. Каким бы он ни был. Я принимаю этого человека в свою жизнь и буду жить с этим человеком. Как могу. Как могу. А могу как в вашем случае? На дистанцию, на расстоянии. Вот это называется честная позиция уже. То есть я принимаю этого человека и живу с ним чуть-чуть на расстоянии, не обращая внимания на то, что происходит. Или папа хороший. Я уважаю своего папу. Люблю его. Но не завишу от его любви. Папа хороший. А почему, если он такой хороший, мне подарок не принёс на день рождения? Значит, папа плохой получается? У меня была такая ситуация в школе, в первом классе. Я так любил свою учительницу, школьного руководителя. Так она мне нравилась. Я просто на уроках сидел, так смотрел на меня, думал, какая хорошая. Такая искренняя любовь такая была к учительнице у меня. И она на первом уроке мне поставила две единицы. Не то, что там... Сначала мы без оценок учились какое-то время. Я так её любил. Потом она поставила мне две единицы сразу, в один день. Она стала плохой. Я смотрю, чего я в ней такое хорошее видел. В первом классе я сейчас помню этот анализ свой. Думаю, чего же хорошего-то в ней вообще? Ничего хорошего вообще. И вообще я чувствовал, что это большая несправедливость. И я пошёл за школу, чтобы вырвать эту страницу. Мне стыдно было перед родителями. Я пошёл за школу и шёл, шёл подальше, чтобы меня не заметили. И думаю, уже далеко сильно зашёл. Вот так обошёл всё. И как раз зашёл напротив окна своего класса. Я там вырываю страницу, она мне стучит. Пойдём назад. Пошёл назад. Она мне заклеила, пронумеровала. Думаю, ну всё. Любовь закончена. Всё. Это было последней для меня, последняя капля. Какая может быть любовь с таким человеком вообще? Потом родители мне под заднее число дали. Вот. Всё нормально. Осознал. Выучил. А тогда какая учёба была, я же люблю учительницу. Она мне ничего плохого не сделала. Это же правда. У нас любовь. Вот. А потом дальше я выучил всё. Она мне поставила 4. Сразу стала хорошая. Прям заметил в этот момент. Смотрю, нормальная она. В алюминии. Ну, иногда бывает у ней, конечно, какие-то трудности. Вот это мышление, оно ни к чему хорошему не приводит. Это мышление ненормальное. Понятно, что у детей такое мышление будет, но мы же взрослые люди, и не должны это поддаваться. Трудно требовать от ребёнка, чтобы он просто из чувства долга жил рядом с тобой. У неё разум слабый, поэтому он будет всегда на симпатии, антипатии действовать. Но родители должны действовать правильно по отношению к своему ребёнку. То же самое аналогично происходит и на производстве, но там есть свои тонкости. Например, первое правило старшего. Никогда не надо очаровываться человеком и никогда не надо разочаровываться. Надо держать его в рамках правил и всегда им в этих правилах напоминать. А если он и выходит из этих рамок, значит, надо его наказывать до тех пор, пока он не войдёт в них. А если он не может входить, то надо его предупреждать несколько раз и выгонять. Но если вы привязаны к человеку, вы его не можете выгнать, он начинает наглеть больше и больше и разваливать вам компанию. А если это ещё хороший специалист, и вы его не держите в рамках, а он становится у вас любимчиком, то он первым развалит вашу компанию, потому что гордость в нём станет такой сильной, что он просто оттянет на себя часть вашего бизнеса просто. при всём в конечном счёте. И так далее. Понимаете, отношения между равными означают, что надо понять, кто такие равные. Допустим, вы начальник какой-то фирмы, руководитель. Кто для вас равный? В деловых отношениях такие же руководители фирмы. А если вы равными считаете своих сотрудников, у вас всё развалится. Почему? Потому что они будут пользоваться тем, чтобы разрушать, подрывать вашу власть. То есть они будут своим положением пользоваться в своих личных целях или в целях своих друзей. Они тоже станут необычными людьми в этом коллективе, потому что через них можно будет решать вопрос. Понимаете, о чём я говорю? Подружился с подчинёнными, до свидания, успех, деятельность. Таким образом, надо понять, что существуют разные слои общества. Есть люди, которые руководят, они у власти, они не должны дружить с подчинёнными, они должны дружить друг с другом. Но как они относятся к подчинённым? Сострадательно, заботливо. В чём заключается служение старших младших? Не в том, чтобы их только в рамках закона держать, а в том, чтобы пытаться понять, что для них можно сделать, как можно для них жить, служая им, заботясь. Очень важно знать, что само понимание старшего в нашем обществе практически атрофировалось. Давайте возьмём понятие женщины. Я вам шокирующую информацию скажу, женщины. Шокирующую информацию. Знайте, что когда в обществе женщина перестаёт быть дочерью для старших и матерью для младших, а понятие любовницы и красавицы растекается всё больше и больше в женской психике, то общество такое становится всё менее и менее устойчивым. Потому что женская природа или обществу даёт стабильность, или она разлагает общество. Вот если женщина ведёт себя как мать, с ней флиртовать можно? Нет. Если женщина ведёт себя как дочь, с ней флиртовать можно? Нет. Так это и есть те два типа поведения, которые женщины должны в обществе показывать, для того, чтобы в обществе наступило спокойствие, мир и процветание. Потому что женщина, когда начинает вести себя как любовница везде, то она в это время разрушает сознание мужчин. Они становятся поверхностными, балдёжными, безответственными. И как бы у них меняется настроение. Они становятся игривыми, несерьёзными. Понимаете? Вот, допустим, девушка накрашенная находится среди бойцов Красной Армии. И им надо в атаку идти вот сейчас. Они смотрят на неё красиво, и такое, она ходит, им улыбается. Дальше что будет? Это не то настроение, понимаете, в котором в атаку можно идти. А эти люди не смогут дальше сражаться. У них не будет силы. А если она как мать придёт, мать Родина, с мечом, и скажет, я всегда с вами, мы победим, как мать. Если та женщина такого же возраста, не обязательно старше, не то, что мать, это старуха такая придёт, она, любая женщина может, как мать себя вести. И она скажет, надо победить им. И они станут очень смелыми, такие мужчины. И женщина приходит, как дочь, говорит, скажите мне правильно, как жить. Любая женщина ко мне часто приходит. Я не могу на эту женщину смотреть с вожделением, потому что передо мной сама чистота предстаёт. Когда женщина смиренно обращается, всё самое чистое и светлое видно в ней сразу. И в это время хочется ей помочь, а не глазки ей строить. А если вы приходите к старшему и видите, что он начинает флиртовать с вами, этот человек не может для вас быть наставником. Никогда. Он дисквалифицирован. Пытайтесь это понять. Итак, видите, понятие мужчины и женщины старшего, это понятие полуатрофированное в нашем обществе. Сейчас леди, которые должны показывать пример материнства и чистоты, ходят в коротких юбках и показывают пример соблазнительницы-правительницы. Это смешной пример, совершенно неуместный вообще. Те, кто управляет обществом, не должны быть соблазнительницами, они должны быть материальными, для того, чтобы люди их уважали. Потому что когда мужчина видит женщину, которая его соблазняет, он перестаёт её уважать. Он относится к ней как равный, как к старшей уже не может относиться. В какое-то время, в 80-е годы, появились фильмы, в которых десятиклассники влюблялись в преподавателей своих, молодых преподавательниц. Помните эти фильмы? И там эта преподавательница не знала потом, как его обучать, этого своего любимого. И там были на этом почве такие трагедии всякие происходили, что он должен учиться сейчас, а он учиться не хочет уже у неё, потому что она уже для него не старшая. Понимаете? Вот в чём дело-то заключается. Теперь мужчина. Тоже, когда мужчина флиртующий становится основой жизни, то общество разлагается. Мужчина должен быть в основном отец и сын. Есть младший мужчина, есть старший мужчина. А тот мужчина, который ходит всем глазки и строит, это та часть общества, которая не приводит к победе само общество, потому что это неуправляемая часть общества, будем так говорить. Поэтому в древней культуре людей побыстрее старались поженить, чтобы вот эта неуправляемость была поменьше проявлена в их жизни. Как поручик Иржевский, да? Анекдотов много. Таким образом, понятие старший является уникальным понятием стабильности людей. И вы сейчас поймёте, какая разруха у нас в этой теме в обществе и к чему это приводит. Полной дестабилизации общества. Помните, раньше были поликтук Клочков, там Фурманов показывали все в фильме. То есть был Чапаев старший и Фурманов старший. Правда ведь? И их слушались все. А сейчас старших нет. Поднимите руку, у кого есть наставник. Пять человек. Поднимите руку, кто из вас хоть раз покланялся своим родителям. В пятнадцатом, двадцать человек. Чувствуете, да, куда мы попали? В какую засаду? Теперь у меня возникает вам вопрос. А если у вас нет старших, как вы думаете, у вас младшие будут в жизни или нет? Вот в этом заключается противоречие. Если у вас нет старших, почему вы рассчитываете, что у вас будут младшие? Почему вы думаете, что дети вас начнут уважать, если они не видят, как вы кого-то уважаете? Как они это уважение переймут? Откуда оно возьмется? Уважение приходит всегда, когда человек видит того, кто умеет сам уважать кого-то. И к нему появляется уважение в этом случае. А уважать просто человека, который никак не проявляет уважение, очень рискованно. Потому что уважение — это шаг в пропасть. Это когда я кому-то предаю свое сердце. Понимаете? А что это за человек? Если он сам не имеет учителя, зачем я буду ему предавать свое сердце? Если мой папа не уважает моего дедушку, зачем я буду его уважать? Так тема взаимоотношений — старшие, равные, младшие — она очень сложная. Гораздо сложнее, чем тема супружеских отношений. Там все понятно, мы равные. Муж и жена равные. Просто жена добровольно делает вид, что она младшая. Зачем? Как вы думаете, женщина? Женщина, вы молчите. Вы не хотите делать вид, что вы младшая? Притворяться — это первая стадия развития. В современной культуре люди думают, зачем притворяться, надо быть такой, как я есть. Ну, допустим, смотрите, вы идете в бой, вы боитесь. Вам надо притворяться, что вы не боитесь, чтобы научиться быть смелым? Или просто не идти в бой? Надо притворяться. Конечно, это и есть правильная культура. Сначала человек учится быть правильным, он притворяется, а потом он понимает, зачем это надо, и просто естественно уже делает правильно, потому что правильное поведение всегда приносит счастье. Я вам открою, женщины, секрет, почему вы должны делать вид, что вы младше. потому что иначе мужчина просто помрет. Понимаете, психически женщина в 6 раз сильнее мужчины. Для того, чтобы была гармония в жизни, женщина должна правильно, скромно свою силу скрывать. и тогда будет гармония, мужчина тогда развиваться будет. Песню вспомните, женщины, будь, пожалуйста, послабее, будь, пожалуйста, послабее, и тогда я тебя там защищать буду, из моря вытащу там запросто, я тогда разовьюсь запросто, стану богатым, сильным, успешным запросто, будь, пожалуйста, послабее, означает разумная женщина. она не связывается с мужчиной. Первая причина, потому что она хочет, чтобы он развивался, то когда мужчина чувствует себя сильным, он развивается. Вторая причина есть еще. Женщина – это энергия благословения или проклятия. Мужчина – действующее начало, а женщина – благоставляющее или стимулирующее начало. Если женщина все время о муже говорит, да ты вообще, к чему она его стимулирует? К тому, чтобы он был вообще. Вот. Если она ему говорит, да ты у меня нормально, все будет хорошо, к чему она его стимулирует, чтобы у нее все было хорошо? Понимаете, женщина – это сила, которая меняет своим пониманием вещей, своей верой этот мир. У женщины есть такая сила. Не своими действиями, а своей верой. Если женщина верит в мужа, он становится сильным, если она в нем сомневается, ломает его, рушит его, он становится слабым все время. Разрушенным. За редким исключением. Есть такие мужчины, которых не сильно разрушишь. Но это большая редкость. Не надейтесь, что именно ваш такой. Есть еще третья причина, почему женщине нужно быть слабой. Самое опасное для раскрытия причины. Опасно об этом говорить сейчас. И для мужчин опасно, и для женщин. Говорить? Невозможно тайну скрывать. Тайна заключается в том, что желания женщины в семейной жизни обязательно будут сбываться. А если стоит наравне желания мужчины и женщины, желание мужчины всегда будет подавлено, а желание женщины всегда сбудется. Есть на это несколько причин. Первая причина. В личной жизни женские желания незабываемые, неукротимые, и они просто как крика, которая всегда или огибает препятствия, или перетекает их через них. То есть женское желание неуничтожимо в личной жизни. Если женщина чего-то хочет в личной жизни, это уничтожить невозможно. Есть только один способ это сдерживать и потихоньку осуществлять. не все, что она хочет осуществлять, это невозможно просто никому на этой земле, а все, что она хочет чего-то потихоньку осуществлять и передвигать на будущее то, что невозможно сделать. Это правильная политика мужчины по отношению к женщине. Но если мужчина начинает свои желания противопоставлять женским, тогда в этом случае он несомненно столкнется со скалой, которой он никогда не перепрыгнет. Потому что мужчина может 10 раз уже забыть, чего он хотел, а женщина не забудет никогда. Женщина согласна с этим или нет? А мужчины? Тоже согласны, слава Богу. Уже согласны. Некоторые не женаты, еще не согласны. я победитель, я смогу, давай, пробуй. Поэтому женщины должны уступать. Потому что ваши желания все равно сбудутся. Зачем тогда пытаться свое отстаивать, если вы все равно в семейной жизни победитель? Посмотрите в семейной жизни, кто всегда прав. Вот, допустим, у вас есть дети. Допустим, вы сделали глупость. Кто будет виноват? Все равно муж. Вы объясните детям, они согласятся. Но если ваш муж что-то детям объяснит, вряд ли они согласятся. Потому что в семье всегда права жена, женщины, всегда. Мужчина всегда дурак, а жена всегда умная. Но если вы сделаете все наоборот и будете всегда поддерживать своего мужа перед детьми, всегда говорить, что он прав, а я не права, тогда наступит баланс. И ваши дети начнут уважать вас обоих. А если вы наоборот будете этим пользоваться и постоянно говорить будете, вот видишь, я права, он не прав, тогда баланса не будет, и дети вас не будут уважать обоих. Поэтому в семейной жизни женщина уступает, потому что она сильнее во всех отношениях. Она является центром семьи, потому что энергия любви исходит из нее. Вокруг нее вся семейная жизнь крутится, все вокруг мамы. и даже кошки и собачки больше любят маму, чем папу. Это факт. И даже тараканы меньше боятся женщину, чем мужчину. как стать уважаемым и успешным человеком. Когда человек делает все правильно в жизни, он становится уважаемым и успешным. Есть два способа быть уважаемым и успешным. Первый способ понты. Знаете, понты это рога оленя. Когда два оленя пытаются спорить с помощью внешней силы, то есть они разбегаются друг на друга и один из них сталкивается с другом. То что происходит дальше? У одного из них понты ломаются и дальше понт слетает. Это называется кидать понты. Мои дорогие, если вы делаете крутой вид в жизни, вы крутой студент, крутой начальник, крутая жена, ну то есть если мы делаем крутой вид, но у нас нет таких качеств, то понт слетит обязательно. Это просто вопрос времени. Поэтому есть только один способ быть успешным. Например, у меня был такой интересный эпизод в жизни. Я поддался на провокацию и начал делать рекламу о себе, о своих лекциях. Это сразу вызвало жуткую критику в сетях и во всем. Меня просто позорили. Я понял, что не нужно делать никакую рекламу. Нужно просто честно выполнять свой долг, и тогда люди узнают, что ты есть. И я заметил, что если ты действительно можешь что-то лечить, то люди об это чувствуют, и именно в этом направлении начинают к тебе приходить. А если врач просто делает рекламу и на рекламе пытается себе людей привлечь, какое-то время это возможно, а потом он дискредитируется и разрушает свою деятельность жизнь. Приходит время, и любой человек, который делает добрые дела, становится известным. А тот человек, который всё делал искусственно себя просто, допустим, искусственный директор, искусственный старший, искусственный врач, искусственный парикмахер, всё это приводит в упадок очень быстро. Поэтому единственный способ быть успешным, это стать развитым человеком. Всё, больше нет способа. для этого надо трудиться. Например, часто мужчины говорят, ну ты на лекциях же слышала, надо мужа своего уважать. Ну и уважай. Чего тебе мешает? Понимаете, уважение к мужчине мужчина означает, что мужчина развитый. Если мужчина развитый, женщина уважает его естественным образом. Ей не надо напрягаться, потому что уважение к развитому мужчине у женщины сидит в крови. Она не может его просто не уважать и всё. В ней нет возможности. А уважать мужа в 10 раз тяжелее, чем уважать другого развитого мужчину. Почему? Потому что женщина имеет одну проблему. Она запоминает всё, что муж сделал не так, безвозвратно, то есть незабываемо. Запоминает незабываемо. Вот допустим, муж где-то ошибся, это на всё, навсегда она запомнила это. Такая интересная функция женской памяти. И это всё копится в сознании потом о мужех. Ну а других же мужчин она этого не видела всего, и она думает, господи, какие хорошие мужчины у всех. А у меня и это сделал, и то сделал, господи, как же с ним жить? Чувствуете, женщин, засаду нет? Когда мужчина вдруг, а у женщины все недостатки скрыты, и мужчина забывает постоянно. Когда мужчина вдруг увидел какой-то недостаток жены, он возмущенно говорит, да у тебя, ты посмотри, что ты вытворяешь, он в жене. Она такая встает перед ним, и со скоростью пулеметной очереди последовательно все недостатки за всю жизнь. Он все, 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 я пошел. Так что ли, женщина? Поэтому уважать мужа очень трудно. Очень трудно это аскеза для женщины, которая приводит ее к счастью. Уважать означает быть развитой. Только развитые женщины уважают мужа. Так же, как и мужчине уважать свою жену означает, что ты у меня самая лучшая. Мужчина же видит все недостатки женщины перед кем ей капризничать. Любая женщина обязательно должна покапризничать. Почему? Потому что так она испытывает свою мужа на прочность. Женщина так как висит на мужской судьбе. Женщина всегда должна висеть на мужской судьбе. Знаете почему? Выйдите в поле и посмотрите в поле есть два типа земли. одна земли там где пшеница растет а другая земля там где ничего не растет там просто отдых. Запомните когда человек рождается в женском теле ему надо быть просто счастливым и все это отдых для судьбы. Женщина хочет счастья и больше ничего не нужно. Это ее природа быть счастливой. Она отдыхает от аскез в женском теле. Когда человек рождается в мужском теле это труд для судьбы нужно не отдыхать а очень сильно напрягаться. И когда женщина одна она не может отдыхать и приходится и работать и все прочее. Но когда она получает мужа она расслабляется рядом с ним и весь садится ему на шею. Но чтобы висеть на шее прочно для этого надо ее испытать. Надо проверить насколько она крепкая и для этого женщина испытывает свой мужик. Она пытается какими-то действиями посмотреть, понаблюдать как он справится с этой ситуацией, неосознанно это делает. Его проверяет, испытывает на прочность. Когда вы испытываете дерево на прочность не надо в руки брать пилу. то есть пилить дерево не надо. Можно как-то упрекать, но если пилить одно и то же постоянно, одну и ту же проблему постоянно, то потом дальше что с деревом происходит? Оно падает, а так как вы висите на этом суке, то падаете и вы тоже параллели об земле. Кому тяжелее опять найти себе близкого человека, мужчине или женщине? Женщине намного, намного тяжелее. Не любовника, а мужа. Пытайтесь понять. Не любовника, а мужа. Любовника может быть и легко молодой женщине, а вот мужа очень тяжело. А мужчине себе жену полегче. Полегче. Потому что это не мужской долг, семейная жизнь, а женский долг. Мужской долг это его развитие в обществе. Он получает семейную жизнь как награду просто и все. А женщина должна трудиться над семейной жизнью, чтобы быть счастливой. Это ее поле деятельности. Итак, мужчина становится успешным в семейной жизни, когда он становится сильным. Проверки и испытания жены он проходит успешно, она начинает его естественно уважать, не как аскезу, а просто само собой, и он становится успешным. Мужчина становится успешным в отношениях с сотрудниками, если он выполняет все правила. Первое правило, если у тебя есть старший, то есть начальник, уважай его, потому что он дал тебе возможность работать. не плюй в колодец, пригодится, воды напиться. Понятно, что у начальника всегда есть недостатки, он может быть плохим человеком, но тогда выбери работать там или уйти. Если ты считаешь, что ты работаешь с плохим человеком, тогда надо уйти, а если все-таки человек хороший, тогда прощай и уважай, и тогда ты станешь успешным. Тот, кто не уважает старших, успешным никогда не будет, потому что есть два способа развития человека, и люди в основном принимают неправильный способ. Первый способ развития, который в основном люди принимают. Я вот стану квалифицированным специалистом, и тогда у меня все получится. А второй способ развития тайный, скрытый, его мало кто понимает. Сейчас расскажу вам одну историю. Было два мудреца, и они выбрали разные стратегии для того, чтобы попасть в царю. Один решил сесть на площади и давать всем мудрые советы, а второй пришел к царскому дворцу и начал про царя рассказывать стихи. И первый, и второй к царю не попали. Первый сидел, как бы мудрые советы давал, царю доложили, он говорит, ну пусть сидит дальше, он же не мешает. Все. на этом закончилась как бы возможность к нему попасть. Ну, дает хороший совет, и пусть себе дает, ради Бога, нам не мешает. Второй ему доложили, он говорит, про меня рассказывает, да я сам про себя все знаю, что мне это неинтересно. Но первый мудрец, который все мудрые советы на площади давал, он так и остался сидеть там на площади. а второй смекнул и начал рассказывать стихи мудрые про жену царя. Когда царю доложили, что он все про жену знает, тогда его пригласили в царские покои, потому что царю стало очень интересно. Когда мудрец попал к царю и подружился с ним, он стал царским советником, понимаете? и он сразу зашел на самый высокий уровень социального развития. Теперь у меня к вам вопрос. Почему же у нас мы такие неудачники все в жизни часто? Почему у нас все не клеится? А потому что мы не знаем этот способ. Этот способ заключается в том, что если человек нашел в себе силы уважать начальника, ему несложно будет стать уважаемым и богатым человеком. Бедняки это те, кто старших не уважает. Мы революционеры. Мы наш, мы новый мир построим. Это был ничем, он станет всем. До основания мы разрушим сначала старый. Это означает неуважение, это неудачники. Неудачники это те, кто не уважают старших. Во любой культуре, которая успешно развивается, есть старшие и их уважают. Если старших не уважают, тогда там хаос стоит в этом месте. Там нет никакого развития, и люди не могут прогрессировать, потому что развитие всегда идет через веру в старших. Человек верит в своего старшего, допустим, он уважает, ну пусть вера будет, понимаете, сейчас большинство старших начальство не такое уж и возвышенное. Понимаете, просто занимается своим делом, капусту рубит начальство. Понимаете, чем я сказал? И тут уважать в общем-то нечего особо, но если вы понимаете, что просто надо уважать, потому что вы там работаете в этом месте, что просто потому что вам платят зарплату, что вы находитесь по судьбе в зависимости от этого человека, поэтому надо его уважать, хотя бы за это, то это уже достаточно, чтобы человек имел устойчивое положение в жизни, потому что 90% увольнений это когда старший видит, что его не уважают просто и все. Причина в этом. Как бы вы ни хотели, ни крутили, с этим ничего не поделать, поэтому уважение к старшим является самым легким путем победы и самым легким путем поражения в этой культуре, в которой мы живем. Уважать старших очень трудно, особенно когда еще они не знают, как правильно себя вести. но тем не менее выхода нет. Есть только два варианта или работать в другом месте или уважать старших. Итак, успешность бывает двух типов. Первый тип успешности это близкие отношения, второй тип успешности это заслуги. В социальной среде с самым быстрым развитием всегда обладает тот человек, который устанавливается старшими близкими отношениями. Возьмем удивительный пример Меншикова, который стал генералом в последствии в армии, предводителем фактически всех в армии Петра Первого. Меншик, чтобы вы знали, кто такой Меншиков, это босяк. Знаете, в той культуре царской босяки они были абсолютно безграмотными, они были абсолютно невоспитанными, то есть это были люди, которые вообще не могли себя никак правильно вести, но просто из-за того, что он очень подружился сильно с Петром Первым, они вместе играли с ним, он приблизился этого человека, этот человек получил уникальнейшее, очень серьезное образование с самого детства, и он дошел до самых высших слоев общества благодаря близкого общению с царем, понимаете, о чем я сейчас говорю, и он был самым верным для него человеком, для царя, самым верным, никогда его не предавал, и там даже в тени об этом разговора не было. Чувствуете два пути в развитии человека социальных? У меня есть один знакомый, сейчас у него другая должность, но одно время он был министром правительстве, и мы часто встречались с ним, обсуждали вот эту тему отношений, и как-то я увидел в один момент ему из высшего эшелона власти позвонили, он встал, взял трубку и начал говорить так, да, будет сделано, я вас слушаю, все понял, спасибо, такие слова, полное предание и подчинение. Когда он закончил разговор, он сел, я его спросил, а что вы встали-то, никого же нет, у нас с ним были дружеские отношения, я как бы вас не предам, то есть я ничего плохого о вас не скажу, вашему начальству понимать, да и меня и слушать никто не будет, вот, он посмотрел на меня, говорит, вы знаете, с самого детства я такие отношения получил уникальное воспитание у своего отца, мой отец как раз вот принадлежал к очень таким развитым слоям общества в плане воспитания, и мы получили такое уникальное воспитание, способность, возможность уважать старшего, что такое уважение, и я всегда к старшим отношусь именно так, для меня старшие это самое лучшее, самое святое, что есть в жизни, я всегда уважаю тех, кто старше меня во всем, я всегда так себя веду с ними, это моя привычка, чувствуете, почему он туда попал, потому что такие люди на вес золота, вот представьте у вас в компании есть человек, который в вас верит, его надо приближать и развивать и обучать, и это незаменимый человек совершенно, уникальный человек, а если человек имеет очень высокую квалификацию, у него 5 образований, 1000 разрядов, но он всегда пальцы крутит, это самый опасный человек в вашей среде, он вас подведет первым, первым, и так мы говорим с вами о взаимоотношениях в коллективе, как оставаться самим собой среди других, как научиться менять себя от других, мы переходим к этой теме или у вас есть вопросы по прошлой? Про мудрецов? Про мудрецов? Очень просто все, смотрите, один путь это показать свою квалификацию обществу и через квалификацию развиваться, а второй путь это доказать свою верность старшим. Конечно, то есть он начал устанавливать близкие отношения с царем, понимаете, через близкие отношения, один путь близкие отношения, второй путь это просто один путь ты верен к человеку и близок, А второй путь это путь, по которому, ну допустим, вот смотрите, приобретаю другой пример. Есть директор завода, да, у него есть внук, ну вообще никакой специальности нет у внука. Ну как вы думаете, внук будет дворником там работать? Нет. Почему? Потому что с директором завода близкие отношения. Все. Вы поняли, о чем я говорю? Но не обязательно, чтобы близкие отношения с директором завода иметь, не обязательно быть внуком. Для этого надо быть верным человеком просто. И эта верность к старшим, это уникальный дар, понимаете, так же как пчела. Она видит только нектар, видит только пыльцу и не видит ничего плохого вокруг. Она летит только к цветку. А муха, она тоже хочет счастья, но по дороге она видит, что там есть бардак, где-то воняет. Она туда подлетает, к этому бардаку, чтобы разобраться, в чем дело. Понимаете, там она заводит опарыши и в этом ге остается на всю жизнь. В этом есть разница между пчелами и мухами. Одни видят самое лучшее в человеке, и поэтому этих людей возвышают, приближают, делают, делают, на самый верх общества возводят. А есть какие постоянно как бы видят бардак и восстанавливают, всех критикуют, ну и живи в этом ге тогда, нет проблем. Это же не конструктивная позиция, все время плеваться тем, что ты видишь. Конструктивная помогать тому, что ты видишь, развивать тому, что ты видишь. А это тяжелее так жить, для этого скеза не видеть недостатков в человеке. Попробуйте так жить. И сразу жизнь пойдет другой. И возможность трудиться станет другой гораздо. Это очень глубокий и сильный способ поменять свой статус в обществе. Труднодостижимый, но самый правильный и быстрый. Дальше мы говорим на эту тему или все понятно? А? Давайте микрофончик. Сейчас не уважают старших по двум причинам. Первая причина заключается в том, что нас не учили уважать, мы не знаем преимущества, мы не знаем этого пути. Нет, микрофончик. Микрофончик. Нет, мы только начали с вами, мы с вами общаемся. Почему вы не знаете, как поедут, что мы не верили в славу, дети наши, развившиеся, не видят и не знаем, как уважают старших? Потому что мы не знаем, в этом никакого преимущества. Уважение к старшим это большая аскеза. Представьте признать себя младше. Мы же все крутые, у нас есть эгоизм. А признать перед кем-то себя младше, это свой эгоизм зажать. А это очень трудно всегда. Понимаете? И на эту аскезу вообще мало кто идет, потому что не знает зачем. Уважение к старшим является основой для того, чтобы разум был сильным и крепким. И смиренное отношение к себе эту основу закрепляет. Приведу вам пример. Один раз я встретился с очень развитым человеком только с внешней стороны. Этот человек возглавлял одно учреждение, серьезное. И мы с ним общались минут 20. Интересная была беседа. Он мне рассказывал о своих регалиях и заслугах. У меня есть столько докторов наук, столько профессоров моих и так далее. У нас есть столько диссертаций. Мне все это рассказывало. Я кивал головой, потому что супер. Мне нравилось столько достижений. И также я видел и другие вещи, на которые просто не обращал внимания. Зачем мне человека огорчать? И он долго-долго это все рассказывал. И потом он меня ничего не спросил. Просто сказал, вы знаете, вы очень хороший человек. Вы мне понравились. Мы можем с вами сотрудничать, если хотите. Можете в нашу, то как бы в среду входите. И мы будем вам помогать писать вашу научную работу. Но я не стал туда заходить, в эту среду. У меня была на это причина, серьезно. У меня была возможность, потому что я мог уважать этого человека, но я не видел смысла. Очень трудно уважать того, кто сам себя не уважает. Ну, можно иногда, если нужно. У меня была другая ситуация. У меня был выбор. Итак, первая причина. Мы не знаем, зачем. Мы не понимаем, что есть такая функция жизни, судьбы, разум. Разум — это та штука, которая побеждает судьбу. И в разуме есть две функции. Первая функция — критически относиться к себе. Эта функция называется смирение. Разум от этого становится чистым. И вторая функция — уважать других, особенно старших. И обе эти функции труднодостижимы. Включить разум в этой жизни, в этом мире очень сложно. Поэтому все в основном люди находятся на умственной платформе. Они очень сильно уважают себя и очень сильно не уважают других. И причина тому — незнание, зачем это надо. Первая причина. А вторая причина — деградация самого общества. Как можно уважать тех, кто сами себя не уважает? Очень трудно. Но можно, если ты в безвыходной ситуации, ты вот там работаешь в этом коллективе. У тебя два варианта есть. Или честно уйди, или научись уважать старших в этом коллективе. И тогда тебе будет гарантия, что там будешь дальше работать. Если у тебя такая судьба, ты больше нигде не можешь работать, кроме как там, тогда прими свою судьбу и уважай то, что Бог тебе дал. Так же, как Бог нам дал наших родителей, мы должны их уважать, какими бы они ни были. Я не забываю об одном на краю родной земли, поклониться матери с отцом, кем бы они ни были. Понимаете? То есть это означает разумность. Точно так же человек, который дает мне возможность зарабатывать, это тоже как отец, понимаете? Его также надо уважать. Но если ты плюешься в этого человека, значит, ты вылетишь из этого места, останешься без денег. Но это твои уже проблемы. Просто прими, что уважать нужно не только тех, кто дал тебе жизнь, а также тех, кто дает тебе возможность жить, средства на жизнь. Две причины, почему мы не уважаем. Первое — незнание. Второе — деградация общества. Если человек развитый, его, естественно, хочется уважать, даже если ты не умеешь уважать. А если ты развитый, ты будешь уважать даже тех, кого уважать невозможно. Знание развивает человека, отношения. Нужно видеть пример для подражания. Молитва — это второй этап. Второй. У меня диссертация, знаете, как называется? Которую я написал. «Позитивное мотивирование на высшие гуманитарные ценности». В скобках. Развитие возможностей видеть перед собой пример для подражания. Если человек, появляется возможность человека в жизни видеть святость перед собой, развитие его Личности гарантировано. Потому что каждый человек развивается только в сторону света. В сторону тьмы развитие невозможно. Растение растёт только к свету. Человек всегда растёт, когда видит что-то хорошее в жизни. Он развивается и стремится к этому. А просто жить так, как растение без света, невозможно, оно увядает. Человек должен стремиться к Солнцу. И поэтому в древней культуре Бога сравнивали с Солнцем. И мы детям поём своим эти песни, не понимая, что эти песни также и нам тоже нужно для себя петь. Мы не знаем, что стремление к Свету, или к Солнцу, или к Высшему, к тому, к чему надо подражать, к тому, к чему надо верить, стремиться, это и есть то, что развивает нас лучше всего. Потому что, когда человек видит святость перед собой, вся жизнь его способна поменяться очень быстро. И поэтому есть один вид пути в жизни, это путь за Солнцем, или за святостью, за светом. И этот путь, он очень сложно понимаемый для людей, потому что люди думают, надо идти к деньгам, к славе. То есть они очень поверхностно смотрят на свою жизнь и понимают, что самая главная сила, которая может поменять мою жизнь, это источник вдохновения, потому что главная причина деградации, страданий и неразвитой части человека это отсутствие сил. Понимаете? Точно так же, как растению, нужно две вещи, вода и свет, и земля, то есть силы нужны для того, чтобы оно росло. Так и человек растет точно так же от святости, то есть от света, от вдохновения. Вдохновение в жизни это вода, она нас поит. Понимаете? Если нет вдохновения, нет движения. Мы не можем без вдохновения что-то делать, нам нужно вдохновение. Чтобы двигаться, надо знать, куда. А двигаться можно только к свету. Человек не может к неметь двигаться, ему нужен просвет в жизни какой-то, он должен чувствовать, что там лучше будет, больше счастья. И земля означает фундамент для человеческой жизни. Это свод законов, по которым надо жить. Если в диком пространстве жить, все правила у всех разные, человек не может так жить, ему нужно священное писание, опираться на что-то, где всегда правила не меняются. Понимаете? Это наша почва. Она должна быть удобрена. И вот теперь послушайте песню об этом. Куда человек должен идти в жизни и какой будет результат. Для детей песня. Для детей. А микрофона у меня нет. Слышно? Нет? Сейчас. Другой микрофон. Специально для вас. Высмах. Какой идти дорогой куда посреди белом отправиться с утра иди за солнцем следом хоть этот путь неведом иди мой друг всегда иди дорогою добра иди за солнцем следом хоть этот путь неведом иди мой друг всегда иди дорогою добра Видите? За солнцем означает за Богом. За светом. Иди за тем, что светит. Не иди за тьмой. Не живи просто так в непроглядной тьме. Непонятно, зачем цель жизни, для чего живу, куда живу, зачем. Просто живу и все. Теперь, когда человек вдохновлен этим светом, дальше у него появляется способность жить по-другому. жить правильно означает служить, жить не для себя, забыть про себя. Человек становится счастлив, когда он про себя задумает. Человек постоянно Олег Геннадьевич у меня то, у меня все, моя пятое, десятое. Значит, никогда не кончится, потому что он постоянно обсасывает свою жизнь, думает о себе. Когда человек становится победителем? Слушайте. Опять же, после солнца. Это следующая стадия. Если за солнцем не идешь, сил на это не хватит. Забыть свои заботы, падения и взлеты, не крыть, когда судьба себя ведет не как сестра. Но если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Но если с другом худо, не уповай на чудо, свеши к нему, не всегда иди дорогою добра. Слышали? Две стадии. Если ты сам не станешь достаточным, если ты солнца не получишь внутрь, ты не сможешь никому помочь. Скупость означает просто отсутствие силы. Нет сил помогать. Надо набраться сначала от света, от чистоты, учиться на примерах других людей. Почему люди подвиги совершают, почему они радостными живут, почему они могут прощать, а я не могу. Надо разобраться с этим. И это можно перенять у другого человека через контакт. Контакт означает действие с верой. Молитва означает действие с верой. Я настраиваюсь на кого-то. Вот кто вчера повторял «Я желаю всем счастья» и появилось спокойствие внутри такое. Это первый этап. Спокойствие означает «Включается разум у человека». Как определить, что у меня разум включился, вот это спокойствие, то, что я почувствую? Это и есть разум. Разумный человек очень спокойный по природе, как штиль на море. Спокойствие в сердце значит первый этап, разум включился. Следующий этап вдохновения появляется в сердце. У кого появилось желание жить, «Все, у меня все получится, я желаю всем счастья». Супер! Этот этап не достигается сразу. «Вы, значит, тренировались, вы уже молились до этого, вы пробовали». Это уже специалисты в этой области. И третий этап знания. «Вот ты какой северный аллей!» Ну, то есть, человек начинает что-то чувствовать, понимание, он увидел что-то, чудо какое-то перед собой. Поднимите руку, кто получил третий этап, «Я желаю всем счастья». «Большие специалисты». Значит, опыт большой уже. Иногда человек спонтанно доходит до трети, если он сильно погружается, верит. Значит, он в прошлых жизнях уже этим занимался. Мы будем дальше говорить о старшей равной младшей или как оставаться самим собой? Все будем делать? Дальше поехали. Хорошо. Давайте вернемся назад. Я вам уже говорил об этом. Есть три стадии развития личности по отношению к эгоизму. Мы говорим сейчас взаимоотношения человека с эгоизмом, поэтому это является основой жизни человека и основой фундамента в его жизни. Первая стадия эгоизм полностью владеет человеком и человек не считает, что кто-то ему может объяснить, как правильно жить. Он не воспринимает чужие взгляды на жизнь, он не хочет никого слушать, он не хочет ничего понимать, он живет только так, как он хочет сам и считает, что он лучше всего знает, что такое жизнь. Это сознание, состояние сознания называется невежественная платформа жизни. Ну, то есть, человек покрыт полностью невежеством, эгоизмом. Если вы хотите понять, что такое эгоизм и как он функционирует в тонком теле, я вам сейчас расскажу историю немножко подлиннее. Подлиннее. И эта история вам покажется сказкой. Но если вы будете серьезно изучать эту историю, вы поймете, что это не сказка, а самая настоящая жизнь. В ведах описывается, что есть пять стадий развития живого существа. И все эти стадии означают постепенное открытие разума и постепенное ослабление эгоизма. Первая стадия, когда эгоизм полностью покрывает живое существо или душу, то эта стадия жизни называется сон без сновидений. На этой стадии душа ничего не видит, она просто хочет счастья и все. И она глубоким сном спит. Потому что жизнь для души это только служение, только аскеза для других. Жизнь в душе просыпается только тогда, когда она любит по-настоящему, а не наслаждаются жизнью. означает трудиться для других, отдает себя, жертвует. И первая стадия жизни, на которой душа просто спит и наслаждается всем, называется растительная форма жизни. Растение себя не помнит, оно просто пользуется светом, водой и землей. Там находится такая же душа, как и мы, разницы никакой нет. Что в маленькой травинке, что в дереве. просто в дереве больше силы, жить больше аскетизма, а в травинке меньше. Но и та другая душа спит, и поэтому когда с дерева мы срываем веточку, там душа чуть-чуть пробуждается от боли, чуть-чуть пробуждается, и поэтому когда мы обрезаем веточки у дерева, такое дерево растет лучше. Садовники это знают. срезая веточки омолаживаем дерево, оно становится лучшим, больше прослужит, больше будет расти. Постепенно душа пробуждается через желание познания и желание жить, и движение является признаком со сна, со сновидениями для души. Эгоизм такой души ослабевает, и она постепенно начинает изучать этот мир. Это уже подвижные формы жизни, начиная с всяких инфузорий туфелек и заканчивая более организованными формами жизни, такими, как мы веселые медузы, мы похожи на арбузы. Это все очень примитивные формы жизни, в которых душа практически спит. И она не чувствует смерти даже, практически не чувствует. подтверждение. Я просто с детства любил купаться в Волге, и так как я жил в Тольятти, там всегда была вода зеленая, я получил аллергию на эту зелень. Сегодня я перекупался и чуть-чуть поэтому чекаю. Это нормально. Чуть-чуть возбудилась слизистая в носу. Зелень-то осталась той же, а память о ней осталась в носу жизни. Итак, постепенно душа начинает пробуждаться и у ней появляется, причем эта сказка не моя, это описано в священных писаниях древних, чтобы вы знали. Вот, и душа постепенно начинает чувствовать окружающий мир и бояться его. То есть первая функция с нас сновидениями, то есть душа не просто спит, а она еще что-то видит, потому что дерево ничего не видит вообще, оно просто растет и наслаждается жизнью. Самая счастливая форма жизни, кстати, если вы стремитесь счастью, счастливее жизни нет, потому что там ничего не видно, просто хорошо и все. и когда тебя срубили тоже ты не заметил, потому что спишь. Но когда душа начинает чего-то чуть-чуть бояться, чуть-чуть, то она уже обретает другую форму жизни, которая называется рыба. Посмотрите рыбе в глаза, потому что глаза являются зеркалом ума, не зеркалом души, а зеркалом ума. И ум означает эмоции, характер. Если у вас рыбки дома есть, вы можете увидеть, что у них есть только одна эмоция, это страх. Вот глаза у рыбы такие тупые, он так рос, испугалась, отплыла, а потом опять тупо сидит. Посмотрите, понаблюдайте за ними, у них только страх проявляется, больше ничего в глазах. Это значит, что они почти что растение, спят, сон пробуждается, рыба чуть-чуть только воспринимает мир, очень неосознанно. Потом взять земноводные, допустим, ящерицы. Кроме страха, у них уже появляется более глубокое видение этого мира, они любопытные, очень активные, и тоже у них страх, глаза квадратные, такие, они метаются, то есть становятся агрессивными, более активными, но каких-то социальных, каких-то функций в глазах не заметишь. Взять допустим птиц, кроме страха у них в глазах уже появляется больше интереса, любопытства, и они уже могут петь. Ну то есть у них проявляется любовь, уже начинает проявляться, они соловьи поют, заливаются. Ну то есть поют птицы это энергия любви, на самом деле. Дальше дикие животные, допустим самые неразвитые из них это зайцы. Вот если кто-то из вас держал кошку и зайца в своей квартире, то он мог заметить, что заяц он постоянно сидит, к нему подходишь, допустим и угладишь, он такой вроде прижух, но эмоций никаких не проявляет, он даже не смотрит на тебя, просто он такой прижух, ему хорошо, а потом опять жрет, сидит, но ничего не замечает. то есть сознание очень свернутое, а кошка рядом ходит, она такая креется, как бы у ней есть эмоции, она может улыбаться и там и так, и сяк, хотя размеры мозга примерно одинаковые, некоторые думают от мозга зависит развитие живого существа, размеров мозга. Итак, видите, есть дикие животные более развитые, это хищники, у них уже есть отношения, у них есть вожак, у них есть стаи, у них есть проявления разные, у них есть организованность, организация жизни, законы какие-то уже есть, понимаете, но любви нет, они не могут уважать старшего волки, поэтому они не любят человека, они видят в нем проявление агрессии и поэтому злятся на него. И волка никогда собакой не сделаешь, те, кто волка держали, они знают, что в какой-то момент он все равно может кого-то загрызть, потому что это менее развитая форма жизни, понимаете, он менее проснувшийся, чем собака. Собака это более развитая форма жизни, она наиболее близка к человеку, потому что это домашнее животное. Через общение с человеком душа пробуждается еще сильнее в следующей жизни, те, кто был в форме собаки, в следующей жизни, они становятся неразвитыми в форме человеческой жизни. Какими-то племенами инчучунами всякими. Несоциальные существа человеческие. И у них такие примитивные законы у этих людей. Законы, основанные на насилии, власти, силе. У них нет глубоких чувств, отношений таких слишком развитых. Они есть, но они все имеют такую животную привязанность, животные функции. Так мы дошли до невежественного человека с вами сейчас. Кто такой невежественный человек? Это человек, у которого эгоизм это уже пробуждающееся сознание, понимаете? То есть душа пробуждается, она уже не спит. Но если человек не понимает, что есть что-то более разумное в этом мире, как определить, что человек пробудился, как вы думаете? Какие признаки? А? Да все действуют в этом мире, даже волки действуют. Смотрите, пробудившийся человек имеет несколько признаков. Первый признак, он уже точно знает, что у него есть прошлые жизни. Он себя даже начинает вспоминать в прошлых жизнях и начинает чувствовать свое будущее. Второй признак, такой человек начинает точно знать, что есть Бог, что этот мир имеет высшочайшую гармонию и организацию. Он не хаотичен, этот мир. Он не является простом комбинацией каких-то импульсов. И сама эта теория большого взрыва, это теория также большой тупости. Но понимаете, есть просто здравый смысл. Смотрите, ничего не было, потом из ничего возникло что-то, оно взорвалось, появилось вселенной. Вы как это, нормально? У вас все укладывается в голове, ничего не было, потом появилось что-то. Вы видели такого, чтобы ничего появлялось, нет? Это факт, что вселенная расширяется, но это немножко все по-другому скорее всего происходит. Под каким-то высшим руководством. Один ученый, биофизик, он изучал клетку всю жизнь. И его когда спросили, вы вообще-то в теорию Дарвина верите? Теория Дарвина означает из клетки потом и сначала из атомов появляется клетка, рождается потом из клетки высшие организмы и так далее. То есть эктропия в мире и энтропия, то есть материя сама может организовываться. И когда этот человек клетку изучил, он сказал, легче Боингу возникнуть из кучи металлолома спонтанно, чем клетки из кучи аминокислот. Потому что там такая высочайшая организация, в которой даже Боинг отдыхает. Клетка организована миллиарды раз сложнее, чем все, что мы можем себе представить. И такой вид организации не возникает в результате присоединение одного к другому. Давайте два вида процессов создания возьмем. Вот допустим, если мы гусеницу лепим, то мы можем одну часть гусеницы прилепить к другой, получается гусеница. Но если мы делаем завод или строим вот это здание, нужен сначала чертеж, а потом разные люди с разных сторон делают свои дела и получаются здания. Как вы думаете, можно начиная с попы здание построить потом все здание постепенно прилепляя одно к другому? Нет, потому что это сложнейшая структура, здесь нужна сложнейшая организация, здесь есть стены, потолок, есть одни элементы, другие, есть отделка, точно так же и человеческий организм. Знаете, как он развивается? В утробе матери клетка не просто делится, она интересным образом развивается. Допустим, взять нервную трубку, я изучал это по гистологии в медной студии, она развиваться начинает сразу в нескольких местах, потом все это соединяется вместе. Вот представьте себе, под землей мы роем траншею и без всякого чертежа мы должны встретиться синхронно. Это невозможно, понимаете? Точно так же в трехмерном пространстве клетка, допустим, нервная система создается сразу в нескольких местах и потом это все синхронно встречается, прямо точно нервная трубка возникает. И древние ученые медически объяснили, как это происходит. Это происходит в результате того, что есть чертеж. Этот чертеж называется тонким телом человека, и в этом чертеже есть такие каналы психические, которые называются шротасы. именно вдоль этих шротасов нервная трубка создается, потому что есть такой шротас, который отвечает за всю нервную систему, такой канал. И внутри него вся нервная система развивается. Именно поэтому из семечки вырастает та же самая яблоня, грецкий орех, понимаете, яблоня пузыл, бац, грецкий орех вырос. Такого не бывает, потому что там тонкое тело уже одно запрограммировано, другого быть не может. Таким образом, мы с вами двигаемся дальше. Невежественный человек — это просто человек, который еще не до конца пробудился. Его эгоизм покрывает его сознание слишком сильно. И это не дает ему возможности понять, что есть старший, есть другие мнения, есть другое представление жизни, есть другое понимание. Невежественные люди очень сильно привязаны к счастью, настолько сильно, что они готовы получать счастье, даже которое имеет сомнительную репутацию. И поэтому невежественные люди обычно склонны к выпиванию, наркотикам, сигаретам и так далее, ко всем недозволенным вещам. Причина такого поведения заключается в том, что они не думают о последствиях, потому что думать об этом им сложно, счастье мешает. Я получаю свое счастье, зачем мне беспокоиться о том, что будет завтра? Такие люди не верят обычно в следующую жизнь, они говорят пей, гуляй, веселись, придет время, все помрем, но надо прожить так, чтобы было классно. И когда человек находится в таком сознании, то есть несколько правил, которые надо знать, если вы хотите оставаться среди них, самим собой, среди таких людей. Первое правило, нельзя с ними строить близкие отношения, потому что с такими людьми отношения всегда идут только в одну сторону, или ты мой раб, или до свидания. Такие люди не могут строить взаимные отношения, потому что эгоизм слишком силен для этого. Поэтому они всегда живут только в том пространстве, в котором все готовы их принять. Других вариантов отношений они устроить не могут, у них нет возможности просто внутренней, и все. Как жить с таким человеком, развивать его? Невежественный человек через любовь становится страстным. Следующая категория людей, это люди, которые уже этот мир воспринимают по-другому, то есть они выходят чуть-чуть из своей скорлупы и начинают понимать, что кроме просто балдежа наслаждения есть другие виды счастья. Например, счастье страны, жизни в родине, счастье в том, чтобы жить в мире, чтобы стать успешным развитым человеком, счастье в том, чтобы процветать, развиваться, быть богатым, здоровым, иметь детей, иметь квартиру и все прочее. Такой человек, у него появляются ценности в жизни какие-то. Эти ценности для их осуществления требуется сотрудничество. Человек в страсти еще не может верить, он может только сотрудничать. Его отношения это отношения взаимовыгодные. Ему нужно строить отношения таким образом, чтобы ему от них чего-то было. Он не может просто себя чему-то отдать в жизни. Ему нужен какой-то результат. Поэтому люди в страсти даже в семейной жизни всегда должны договариваться друг с другом. Они не могут просто верить друг другу, им нужен результат от этих отношений. Поэтому такие люди часто заключают семейную сделку. Они когда в семейную жизнь вступают, им нужны деловые отношения даже там. И сфера деловых отношений это как раз отношения в страсти. Страсть означает есть цель, есть желания какие-то, они имеют внешнюю природу, неглубокую, потому что люди в благости начинают чувствовать счастье именно от любви, от глубины, от верности, от чистоты, от веры, от знания. Они начинают чувствовать настоящие ценности человеческой жизни. Что не купишь никогда? Например, верность купить невозможно, а от нее счастье максимально сильное возникает. Когда видишь верные глаза, это невозможно описать. Это очень сильное счастье быть верным самому и видеть верных людей. Преданность, верность, чистота, глубина человека, развитость духовная, сияние сердца и так далее. сердце, когда светится чистотой, радостью, знания. Это признак благости. Когда человек живет страстью, в этой жизни есть преимущества, есть недостатки. Преимущество заключается в том, что человек в этом случае уважает законы, место, в котором он живет. Он очень сильно стремится быть таким же, как все. Ему очень опасно выходить из системы. Такой человек боится любого инакомыслия. Ему надо, чтобы все было правильно, как все. То есть правильно означает, как все. Человек в страсти не понимает законы Бога, он понимает законы страны, государства, и поэтому он очень социальный, чрезмерно социальный. и поэтому старается одеваться как все, делать все как все, так, чтобы, не дай Бог, никто не увидел, что он как-то сильно отличается от всех. Потому что такой человек в страсти верит в социум, а не в Бога. Для него социум является гарантией его успеха. Когда этот же самый социум его подводит в виде жены, которая ушла из дома, или начальника, который выгнал с работы, человек в страсти попадает в стресс, потому что он в этот момент трезвеет. Он в этот момент начинает понимать, что социум это не то, во что надо верить, это то, в чем надо жить, не сильно на что-то рассчитывая, а просто выполняя свой долг. Потому что через социум будет судьба твоя действовать, она будет тебя мучить, там, факт на сто процентов. Надо доверять социуму, но не надо верить в него, потому что верить надо в Бога. Так человек в страсти верит в квартиру, верит в детей, верит в жену, верит в богатство, в успех, в процветание, в славу. И эта вера, она держит его в рамках внешней формальной жизни. Поэтому люди в страсти постоянно играют друг с другом в определенные игры, игры правильного поведения. То есть не то, что они сильно хотят такого поведения, не сильно открывают себя, они просто делают этот вид для того, чтобы иметь статус кво. Такой поведенческий способ жизни. И даже родственники, когда находятся в страсти, они тоже не сильно открывают друг друга себя, они просто делают какой-то вид, играют в отношениях. Они даже сами не понимают, что это просто игра, это все не сильно честно. И когда один другого предает, друг все скрывается. Потому что люди благости друг друга не предают, мои хорошие. Предавать нечего, потому что есть ценности. Их не променять, их не взять вот так в другом человеке, не поймать за пять секунд. они развиваются годами. Вы не устали от меня? Нет? Так, когда человек начинает понимать, что в этом мире есть высшая гармония, он начинает стремиться к вере, к высшим каким-то истинам, в этот момент в нем просыпается желание чистых и светлых отношений. Он хочет искренности, хочет глубины, хочет чистоты. Он начинает понимать в этот момент, что в личной жизни, в семейной, это самое труднодостижимое искреннее отношение, где он и хотел их получить, потому что люди в страсти верят в семью. Они думают, что там как раз и будет искренность, там как раз ее и не будет, потому что там отношения очень сильно пропитаны ожиданиями, желаниями и эгоизмом. Именно поэтому в личной жизни достижение последней стадии. А вот если вы будете ходить в храм, вы самое первое, что там получите, это искренность, потому что духовные отношения или отношения, направленные на Бога, они быстрее всего дают человеку счастье. А личные отношения, от которых мы больше всего счастья ждем, дают тяжелее всего счастья, то есть там надо больше трудиться. Конечно, счастье в личной жизни самое лучшее счастье для человека, но не оно труднодостижимое, потому что там больше всего ожиданий. Если вы хотите счастья, то надо учиться открыть свою веру, найти свою веру, и у каждого будет свой путь обязательно. Чужого не возьмете, чужого не сможете взять. Каждый человек уже имел в своей жизни веру, потому что человеческая форма жизни дается только в том случае, если человек открыл для себя уже, что есть высшая истина, вернее, живое существо это открыло, потому что для того, чтобы быть счастливым, не надо человеческой формы жизни иметь. Если вы хотите быть счастливым, человеческая форма жизни мешает, потому что счастье всегда идет через контакт с объектами чувств, и для этого контакта разум не нужен, он только мешает, понимаете? Допустим, смотрите, если человек хочет счастье от еды испытывать, тогда два варианта счастья, или много надо есть, тогда тело коровы можно есть и днем, и ночью пережевывать, там 4 желудочка, понимаете, кушаем и кушаем, если корове в глаза, посмотрите, ей нравится процесс, она очень довольна, она испытывает счастье, к которому мы так сильно стремимся. если хочешь испытывать вкус пищи, классно, чтобы вкусно было очень, тело свиньи, посмотреть свиньи в глаза, она что хочет будет есть, и прямо супер просто. Если хотите секса, счастья от секса, тело обезьяны, обезьяна может сексом заниматься 5 раз в день, по часу, без проблем, никаких половых расстройств. Съездите в Индию, посмотрите, сколько эмоций, на каждом углу увидите, это чудо. Тело обезьяны предназначено специально для того, чтобы испытывать счастье от секса, а человеческое тело полно изъянов для этого, потому что много очень мышления в этот момент происходит, а этот не нравится, этот не нравится, а там все просто, понимаете, обезьян, все просто. Если хочешь выспаться, тело медведя, полгода вообще непробудный сон, а остальные полгода по ночам еще. Попробуйте спать хотя бы 12 часов, с ума сойдете, а медведь может спать полгода. То есть, видите, для разных видов счастья, если хотите полетать, самолет не нужен, тело орла, птицы, летай, сколько хочешь, можешь даже крылья сложить, пролететь вот так, не спотом, раз, опять полетел. Вообще нет никаких проблем, что хочешь в воздухе делать. Хочешь поплавать, не надо, дельфина, этот акваланг, тело рыбы, плавай сколько хочешь. Нет проблем, наслаждайся водой. Рыба чем и занимается всю жизнь, только наслаждается водой. Попытайтесь сейчас понять, о чем я говорю. Те вещи, к которым мы так сильно привязаны и стремимся, это не то, для чего мы рождены. Мы рождены для другого вида счастья, которое недоступно ни одному животному. Это счастье, чистоты, возвышенности, верности, глубины, веры, счастье, победа над собой. Животное не может побеждать над собой, оно просто живет на желаниях, а человек может желание победить. Сейчас иногда люди говорят, свобода означает, что тебе все можно. Тебе все можно, это не свобода, а рабство. Свобода означает победить свои желания и делать то, что надо, а не то, что хочется. Вот это свобода. Попробуй делать, не то, как это, человек говорит, я выпиваю, потому что я свободный человек. Хорошо, если ты свободный, попробуй не выпивать. А если ты выпиваешь, значит, ты раб этой бутылки, а не свободный. Понимаете, о чем я говорю сейчас? Я вам сейчас говорю о человеческой форме жизни. С этого надо начинать. Это самая главная тема, что если ты хочешь быть человеком, надо вырваться из невежества и страсти и раскрыть в себе способность видеть мир глубже. И тогда в тебе появится бескорыстие, способность терпеть, прощать. Это просто платформа жизни. Есть три платформы жизни. И с каждой платформой, когда в них разберетесь, вы увидите, что люди все находятся на этих трех платформах, и вы тогда поймете, как с ними себя вести. Вот если, допустим, ваш начальник находится в невежестве, он просто может морду набить, постоянно ворует, пьет, и ходит там, если что-то вытворяет, уходите с этого предприятия. Зачем вам там работать? Ничего хорошего у вас там не будет. Если у вас начальник находится в страсти, нормально. Страсть — это та среда, в которой мы живем. Все люди хотят процветать. С ним надо просто устанавливать деловые отношения, потому что в страстной среде нет близости. Не ждите от тех людей, которые у нас стоят в страсти, близких отношений. Это бесполезно. Установите просто с ними правила игры, и все у вас будет хорошо тогда в жизни. Но не надо с ними выяснять ничего. Это бесполезно. Даже они любят поговорить, повыяснять. Это все бесполезно, потому что они даже не понимают, что только искренность эти люди. Для них важно просто иметь свое в жизни, получить свое и все. И они будут для этого жить. Если ваши родственники такие, и в страсти, ну и установите с ними правила отношений, и живите в этих правилах. Но если вы хотите, чтобы ваш родственник пошел в благость, сами сначала в нее войдите. Первый признак благости способность принимать и прощать. Благостный человек может жить со всеми, у него нет проблем. У него проблемы только с собой, что он что-то еще не принял. Вот это его проблемы. А больше никаких проблем нет. Если у вас проблемы с другими людьми, вы еще не в благости находите. Потому что сначала страстный человек начинает думать, что он уже в благость вошел. И в это время всех мучает. Говорит, ты чего рано не встаешь, будешь больным. Мучает всех. И как бы почему? Не потому, что он хочет, чтобы они были здоровыми. Нет. Просто он хочет жить в благостной среде, незаслуженной. Хочет, чтобы все близкие были хорошими, возвышенными. Он пока сам этого не достоин. Поэтому он всех и мучает, что все начинается с него самого. А он пока этого не понял. У него не хватает для этого сил. Силы берутся свыше. Поэтому с невежественными людьми мы общаемся на дистанции. Для этого нужно сначала привязанность к этому человеку, к невежественному, успокоить в своем сердце. И потом служить, просто заботиться о нем, развивать его как личность. И он очень быстро станет благостным. Человеку для благости не хватает только любви. И все. Любовь развивает человек. Бескорыстная любовь. Страстные люди, просто правильные отношения, спокойные, не надо сильно чего-то ждать, а просто служить, заботиться, не иметь близких отношений невозможно. Тоже люди развиваются постепенно, благодарными становятся, открываются сердца, они развиваются постепенно. Становится лучше. С благостными людьми можно строить близкие отношения, но если у вас вокруг вас огружают благостные люди, вы уже почти все свои экзамены своей жизни уже сдали. У вас уже все хорошо. Я уже и так слишком много вам сказал, поэтому у нас есть немножко времени готов ответить на ваш вопрос. Не записки, не записки. А это объявление. Давайте я сделаю объявление. У нас завтра будет чисто духовная лекция, такая на духовную тему, не запланированная, это другая лекция, в 9 часов утра, тема духовного развития, 15 июня, центр Сарасвати. Надо в фойе узнать, где это находится. Там человек на 60 помещений рассчитано, кто захочет, приходите. То есть это будет в 9 часов утра, там будет чисто такая лекция уже под Священным Писанием, духовная такая. Захотите, послушайте, придите. Это не будет конфессиональное мероприятие, просто более глубокий анализ, как развиваться. Не запланированное. У нас в фойе есть мероприятие, которое я санкционировал. Это мое правило ко всем, кто мне организует лекции. Это мероприятие называется «Общее дело». Есть один человек у нас в России, его зовут Владимир Георгиевич Данов. Этот человек вместе с отцом Путиным, это духовник В.Э.С. Тихоном. Меня посадят. Я заговорился. Вместе с отцом Тихоном, духовник нашего президента страны, они вместе много лет назад организовали проект, который называется «Общее дело». Этот проект предназначен для того, чтобы бороться с пьянством. И этот проект уже сделал много чего. У нас в стране много чего запретили уже, и много изменений, и количество литров водки выпитой уменьшается с каждым годом. Пьяниц становится меньше, и смертей тоже становится меньше. Одно время у нас 40% мужского населения погибало от алкоголизма. Это страшно. Подойдите туда, к этому столику, узнайте, как помочь. Самый простой способ лекции вот от Жданова Владимира Георгиевича распространять, просто дарить людям. И эти лекции меняют жизнь людей. Люди бросают пить. Сильные лекции очень. То есть вас бросил пить через его лекции. Вот уже есть здесь такие люди. Хорошо. Ваш вопрос, ваши вопросы? Я еще сделаю одно объявление. Если вы хотите погрузиться в такую среду вместе со мной, в которой вы будете развиваться и отдыхать целых две недели, то приезжайте к нам на фестиваль на Ванапе. Этот фестиваль начинается, по-моему, 21 сентября, заканчивается 4 октября. Этот фестиваль будет состоять две недели из того, что вы будете просто слушать лекции, заниматься йогой, цигун, ушу, танцами изучать, рисовать, учиться, петь, учиться, концерты по вечерам, купание. Там есть и бассейн, и море. Можно даже лежать в бассейне и лекцию слушать. Там так организованы колодки на улице стоят. В общем, приезжайте. Возможности большие. У нас большой фестиваль, до тысячи человек. Можно туда. Это очень высокий уровень обслуживания. Есть детский фестиваль параллельно идет. Дети вас беспокоить не будут. С детьми будут работать профессионалы. У нас на фестивале очень много преподавателей приезжает. И разного типа наставников. Ну, то есть у людей. Это фестиваль не какой-то конфессии. Это просто нравственный фестиваль, в котором вы можете. У нас проходит там молитвенный ретрит. Мы просто без всяких привязки к какой-то конфессии учимся молиться. Там три занятия такие провожу с людьми. То есть 500 человек представляет, вместе садится. И каждый свою молитву читает в своей вере. Такие удивительные вещи там происходят. Вот. Приезжайте. Мы вас ждем. Вот. Это мои были объявления. Завтра лекция вечером, как обычно, по теме, которая там у нас написана. Взаимоотношения с друзьями, с соратниками и все остальное. Ваш вопрос. По теме сегодняшней. По теме? Я не знаю. Нет, надо знать. Иначе это будет неинтересно всем остальным. По теме? Горжение эгоизмом. По теме давайте, женщины. Как от этого избавляться, мои хорошие? Ну, давайте еще расскажите. Ну, то есть я же как-то там хорошее дело. И в себе гордость. Вот смотрите, когда человек делает хорошее дело и замечает в себе гордость. Это очень высокий уровень развития. И говорить этому человеку, как ему от этого избавляться, не надо. Потому что, чтобы избавиться от гордости, надо просто ее заметить в себе. Этого достаточно, чтобы от нее избавиться. Потому что, если человек в себе ее заметил, он обязательно от нее избавится с помощью отношений со старшими, с помощью милости Бога. Постепенно она из сердца уйдет. Я просто прошу у вас милости, чтобы я в себе ее так же замечал, как вы. Не хочет, давайте. Хорошо. Следующий вопрос. Спасибо. Спасибо вам. Ваш вопрос. Самая большая проблема, что гордость себе заметить невозможно практически. А когда заметил, все уже. Дальше почти делать нечего. У меня может такая ситуация, что когда человек в 10 минут, он невежествует во время с алкоголем, вообще ситуация на организацию не очень хорошая. Ну, знаете, вот проблемы с алкоголем не значат, что человек в невежестве. Потому что есть разные стадии перехода. Бывает так, что человек выпивает, но он очень хороший, благочестивый, добрый человек. Не обязательно вот так все однобоко воспринимать. Ну, то есть он совсем прямо нулевой, что ли, начальник его? Близко. Близко. Ну, хорошо. Ну, да. А вот вы сейчас как? Я не верю вам, как бы возможность уйти куда-то, не на пущение. Уходить себе. Прощать, прощать, прощать. Возможность уйти всегда подтверждает Господь. Нужно сначала найти себе место, а потом уходить из этого. Так не бывает, что ты ушел, а потом нашел. Надо сначала найти это подтверждение, что Господь так хочет. А если не находится, значит прощать, терпеть, любить. Нет вариантов больше никаких у нас в жизни. Я могу сказать, у меня аудитория такая на лекции. Что-то они не слушают меня возвышенного. Это признак глупости просто. Вот Бог дал тебе людей. Люби их, терпи их, принимай. Ваши вопросы. Сзади вот женщины. В очках, да, вы. Сегодня очень сложная тема была. Вы меня простите, если я там слишком пафосно это все говорил. Меня касаются прежде всего все эти вещи. Поэтому я про себя в основном старался говорить. Олег Кириллович, сначала хотел бы спасибо вам еще доказать. Спасибо вам. Наверное, про межнепрое невежество все-таки. Мой вопрос. Мой супруг. Я как-то, ну, вот слушаю, верится. То есть мой супруг невежественный. Это классика. Да, нужно круги смотреть. Знаете, я, знаете, я когда прочитал Священное Писание, Бхагавадгиту, первый раз в жизни, там была глава «Божественные и демонические натуры». Две главы. Когда я читал «Божественные натуры», я думал, Господи, это я. А когда «Демонические натуры» читал, я думал, Господи, ну, это все мои близкие. Но потом прошло много лет. Что-то поменялось в моем восприятии. Нет, он очень хороший, добрый человек. Так, вот с этого надо было начинать вообще. Так, в каких-то моментах я понимаю, что он превосходит в меня. Замечательно. Но вот именно в плане какого-то развития у нас мысли не сходятся. Я очень хотела, чтобы он со мной сходил на эти лекции. В этом вся проблема была. Представьте, жена хочет, чтобы мужчина, ее муж, сходил на лекции другого мужика. И она причем очень сильно хочет. Это уже подозрительно. Это уже реально подозрительно. Я бы, наверное, с ума сошел, если бы жена мне так сказала. Слушай, Олег, такие лекции, Олег, такие лекции, ну, просто супер, вообще-то не представляешь. Пойдем, тебе глаза откроет этот Федя, Федор Петрович. Да. Он тебе уже открыл глаз? Очень подозрительно. Возможно. Возможно. Ну, точно, что значит, возможно. Вам, наверное, как мужчине лучше знаете? Конечно, сто процентов. Очень подозрительно. Поэтому вообще женщина не должна так себя вести, она должна говорить мужчине. Ты знаешь, там есть такой Олег Геннадьевич, он делает такой умный вид. Ну, интересная лекция, можно отдохнуть на них, посидеть. Пойдем, сходим вместе. Послушай. Вот так надо мужу говорить. Ну, в общем, как-то не получилось у нас. Ну, потому что вы неправильно настроены, вы фанатично себя ведете, фанатизм означает сильное желание. За уши тянем людей к совершенству. Страсть. Расстояние страсти. Совершенство можно человека привести только через прощение, терпение, принятие, любовь. Он должен сам у вас спросить, а что за лекции-то? Да ты знаешь, там, да, такие обычные лекции. Просто по самосовершенствованию. Мне нравится, кому-то не нравится, я хожу, мне интересно. А мне будет интересно? Может быть, и будет. Хочешь, сходи. А если никогда не спросить? Обязательно спросить. Потому что всегда разум идет в сторону свободы и любви. Если вы смиренно относитесь к этому, что вы делаете, что вы суда ходите, если вы ему даете свободу и любовь в этом направлении, обязательно спросите. Потому что невозможно не спрашивать то, что пропитано любовью. А если вы имеете жажду и желание сильно в какой-то области, то там всегда будет сопротивление и вражда. Видите, мы выяснили, что у вас вовсе не вини невежественный муж. Хороший человек. Да. Спасибо. Движемся дальше. Ваш вопрос, да? Так резко руку подняли, я решил вас спросить. Вот с белым девушкой. Смелость – признак сильного разума. Да? Спасибо вам большое, прикидываясь на вашу лекцию. Я чувствую, что действительно и общество, и я меняемся благодаря общению с нами. Спасибо вам. По отношениям с родителями. У меня родители развелись, когда у меня было меньше года. И с мамой из детства очень тяжелые напряженные отношения. Нету, мы не понимаем друг друга. И сейчас... Она просто себя категорично ведет, да? Да. Жесткий стиль такой. Пытается манипулировать в моей жизни. Ну, видите, это означает жизнь, страсть. Вот я-то сейчас об этом говорил. Какая ваша позиция? Ситуация такая, что... Нет, позиция ваша по отношению к ней какая. Вы принимаете ее правила игры. Если она старшая, вы должны принять ее правила игры. И просто формально им следовать. Не обязательно сердцем. И тогда у вас будут хорошие отношения. Я об этом сейчас говорил в лекции. У меня даже формально не получается. Потому что я как бы соглашаюсь с ней. Пытаюсь в подробности своей жизни не вникать, чтобы она не чувствовала сонанс такой. Но наше мнение очень сильно расходится. Так в этом и вся проблема. Старшим не надо доказывать свое мнение. Нужно просто с ней соглашаться. А если вы не можете делать правильно, делайте как можете. И она скажет, ну ты что, вот со мной согласна, делаешь-то как неправильно. А вы скажете, а я не смогла правильно. Прости, мамочка, не смогла. И все. Она говорит, ну ты у меня дурочка что ли? Ну да. Вот так стараюсь. И все, она будет вас любить. Кто-то один должен войти в благость из вас. Благостный означает смиренный человек. Если человек находится в страсти, он диктует, он ведет себя очень директивно. Признак страсти. Тогда в этом случае вы должны подчиняться формально. И жить своей жизнью. Мать будет счастлива. Она будет говорить, у меня дома дочка послушная, но она как бы правильно. Не может делать все как надо. Она не может. Но она хорошая. Она слушается. То есть соглашаться. Конечно. Но чтобы соглашаться, вам надо для этого перестать быть привязанной. Потому что у вас есть определенная картинка, какой мама должна быть. И в этой картинке сейчас избавиться не можете. Это значит, что вы мечтаете не свое, а то, что вам не положено. Примите ту маму, которая есть с помощью молитвы. Вам такая мама положена. И тогда вам спокойно принимайте ее. Спокойствия не будет, пока вы ждете чего-то другого от нее. Это невозможно. Можно еще вопрос? Конечно. У моей мамы очень сильно обидел на моего отца. И когда я пошла по его стопам, отношения из-за этого стали еще... Что значит по его стопам? Ну, я не могла его, скажем так, образ жизни. Не давайте ей вот это понимание, что вы по его стопам пошли. Соглашайтесь с ней, принимайте ее мнение. Есть плюс-минус. Вот если вы говорите, я плюс, значит будет минус. Вы перестаньте быть плюсом-минусом. Станьте дочерью. Ваше мировоззрение оставьте на второе место. На первое место ваше отношение как к матери к ней. Забота для дочери означает уважение. Уважение означает принятие мнения старшего. Старшему не нужно, чтобы вы делали как надо. Ему нужно, чтобы вы его выслушали и приняли. Это очень важно знать. Старшему, конечно, нужно, чтобы вы делали как надо, но на втором месте. А на первом достаточно, чтобы вы слушали уважительно и приняли. И тогда в этом проявляется ваша любовь. Если вы эту аскезу над собой сделаете, она начнет сдуваться, успокаивается, успокаивается. И если в ней невежество не преобладает, а просто вот эта категоричность и принципы, это признак страсти, тогда в этом случае она с вами будет иметь хорошее отношение. Но если она просто по-любому хочет вас гасить, тогда надо держать дистанцию и просто ей делать комплименты, заботиться о ней, но не вступать в близкие отношения. Разберитесь, в каком ситуации сознания ваша мать находится. Выберите правильный тип любви. Если человек невеже, то его надо любить на расстоянии, в страсти любить по правилам, а в благости любить близко. И там, и там, и там люди будут благодарны, те, с которыми вы строите отношения. Но это не значит, что вы лучше, а не хуже. Это просто правило жизни и все. Неизвестно, кто лучше, кто хуже. Мы не знаем, как разовьется человек, который сейчас перед нами находится через пять лет. Я знаю случаи, когда люди передо мной на моих глазах ввели невежественный образ жизни. Я не хочу сейчас говорить про человека, потому что он сам сейчас наставник. Я видел его в таком состоянии сознания, в котором просто низшая платформа жизни. А сейчас этот человек уже развился лучше, чем я. Мы не можем ничего проследить. Мы не можем ничего понять в этом мире. Не надо людей судить, потому что есть сейчас. Они могут стать лучше, чем мы в десять раз. Поэтому просто любите людей и за их жизнь, за их судьбу. Вот они сейчас такие, потом станут лучше в тысячу раз. Надо их любить такими, какие они есть. И это и есть любовь. Но правила отношений не изменишь при этом. Ваш вопрос. Я переживала за него, он уже больше двух лет. И постоянный министр работы, он суетил себя развитие надежного центра, который занимается популяризацией русских ритулов. Ваш сын миссионер. Я когда встал на этот путь... Я встал, когда на этот путь... Встал, когда на этот путь 24 года назад. У меня родители были в шоке. Я просто начал жить для других людей все. И развивал тоже вот так. У меня была группа людей. Мы жили без зарплаты, без всякой. Просто энтузиасты. Ваш сын очень сильно разовьется. Пройдет 3-4 года, вы не узнаете. Он будет очень влиятельным человеком. Дайте ему возможность жить, как он живет. Не трогайте его сейчас. Не трогайте его, он очень сильная личность. Он будет быстро развиваться. Сильные личности не обращают внимания на свой успех. Они просто делают важное дело и все. То, что вы сейчас сказали, это очень важное дело. Развитие молодежи. Это то, что надо делать сейчас нам в стране. Он это делает. В чем страхи? В 28 лет только жизнь начинается. Сейчас люди созревают очень медленно. Раньше люди 18 лет были взрослыми, а сейчас люди взрослеют к 30 годам. Такова жизнь. Нравственное развитие делают людей взрослыми. Поэтому и женятся люди позже. Женщина может где-то к 26-7 годам выйти замуж сейчас в среднем. А мужчина к 30. Причина почему? Потому что не развиваются люди, не могут, у них не хватает сил. И он так и развивается теми же темпами, что и все остальные. Вот он только сейчас начал делать то, что он должен был делать еще лет 10 назад. Ничего страшного. Он разовьется быстро, догонит. Ваш вопрос, девушка, вы не оглядываетесь. Да? У нас уже заканчивается время, к сожалению. Уже закончилось, да? А до скольки? До полдесята? А, еще есть время. Добрый вечер. У меня проблемы в семье, родители постоянно ссорятся. И это очень сильно отражается на моих галшихся приемках и на мне. Меня беспокоит, что отец не хочет уступать моей матери. И так же можно больше уступать не в первые силы, не хотят никак прогрессировать в своих отношениях. Ну, то есть вы от них ожидаете чего-то большего, да? Ну... И это ваша ошибка. Не обязательно, что родители должны быть сильно развитыми. Это их уровень развития. Примите их такими, какие они есть. Это будет первая победа вашей над судьбой. Вторая победа. Постарайтесь понять, что есть разница между ожиданиями и любовью. Если вы начнете что-то делать для людей в виде служения им, раскаяния, принятия, тогда ваши ожидания ослабнут, и вам с ними станет легче. Вы сейчас от них ждете любви, а надо вам самой начать им ее дарить. В виде прощения сначала за то, что они не могут сейчас научиться жить правильно. Не могут просто. У них нет такой возможности, и все. А если бы была, они бы смогли... Пока ничего не надо делать. Есть три стадии победы над судьбой. Первая стадия — победа над собой. Вторая стадия — победа над ситуацией. Третья стадия — победа над близкими. Если я ни себя не победил, я не успокоился в сердце, я не принял судьбу, ни с кем ничего я сделать не смогу. Это невозможно. Начните с себя. Идите в этом направлении. Если хотите помочь сестрам, начните с себя. Сначала принятие родителей и спокойствие в вашем сердце. Вам нравятся такие родители. Вы их достойны. Вы сами в прошлом делали то же самое. Теперь получаете за это наказание. И это нормально. Ничего страшного в этом нет. Если я стою в углу, значит, скоро выйду. Спасибо. Теперь стоп-стоп-стоп-стоп. Назад микрофончик. Мне к вам вопрос. Когда человек побеждает судьбу, знаете, что первое происходит? Как вы думаете? Вот здесь вот становится легче. Вот некоторым показалось, что я ей дал какие-то какие-то странные советы. Теперь я спрашиваю ее. Вам вот здесь легче стало? Нет. Сердце не успокоилось? Нисколько? Оно недовольно моими советами? Оно недовольно тем, что нужно делать, скорее всего, в себе действия энергетики. У меня к вам вопрос. Вы давно слушаете мои лекции? Нет. Я вас первый раз слушаю. Вот в этом заключается причина. Потому что она еще не научилась меня понимать. Она только познакомилась со мной. Тот совет, который я ей дал, он очень сложный. Поэтому я вернул микрофон. У вас все впереди. Вам надо дальше слушать лекции. Тогда вы сможете воспользоваться моим советом. Сейчас вы как бы задали такой вопрос, который вы не сможете получить ответ через мои слова, потому что для этого нужны другие отношения. Наши отношения еще не развились до такой степени, чтобы мои слова поменяли ваше сердце. Вот теперь можете передавать в микрофон. Так, посмотрим. Закончите? Супер, давайте закончим. Это важно закончить то, что мы начали. Я хочу задать вопрос. Я встречала с одним из молодых человек, который живет замуж. Он как-то очень похож на... Это же другой вопрос. А, он чуть похож на отца. Я даже подать не в знак, не в диалоге, но один год уже примерно так. С родницей, в следующих лет. Вот. И я с ним развилась. Не было это встречи с моим мужем. Вы с ним женились сначала? Поженились? Мы поженились, но мы разобрались. А как долго жили вместе? Встречались в 8 лет, наверное, жили год. Встречались? Что вы имеете в виду встречались? Жили вместе? Подомога ходили друг друга. Ага. То есть, когда прерывается, если два года сразу не прошло, вот так ладно... Вы тоже очень похожи на своего отца. Я знаю. Я как бы... Какой вопрос у вас? Я ошибку не этот разводку. Как бы прерывала, я буду еще... Вы не смогли бы. Никакой ошибки не было. Вы не смогли бы. Жить с этим... Это было для вас просто невозможно. И все. Это не ошибка, это невозможность. Просто невозможность. Вы не способны бы были. Спасибо большое. Вы так прям сильно, да, уже и руками, и голосом помогаете. Давайте я сначала мужчину вот того спрошу, потому что я так чувствую, что его надо спросить. Нет-нет, вот мужчина здесь, на четвертом рюбе. Жарко, да, в зале? Тяжело сидеть. Лето прямо, жаркое лето у нас. Да? А, Игорь, вопрос такой. У меня есть сын, у него три тысячи. Десять и один с половиной года. И вот, ну, мое мнение, я давал сыну, там, в свое время, сколько много, заботы, обвели внимание. А он, в деле, считает, что только приносит деньги в семью, да? Вот просто сыграть, просто хребить, просто хребить, просто хребить, просто хребить. А ваша жена давала заботу своему сыну? Ну, в силу своего здоровья, да, что могла дала, но не сильно. Так вот, знайте, что всегда дочь идет судьбой в отца, а характером в мать. А сын идет судьбой в мать, а характером в отца. Ваш сын имеет судьбу вашей жены. И поэтому он ведет себя так же со своими детьми, как она, а не как вы. Вы тут ни при чем. Если бы вы мне сказали, моя дочь не ведет себя так же, как я со своими детьми, я бы сильно удивился. Дочери детей нет, у сына не как. Хочу, чтобы это изменилось в ситуации. Ну, потому что такова судьба вашей жены. Ей трудно было общаться близко с детьми, а вам легко. И так же вашему сыну, как вашей жене, трудно. Что с этим сделать? Как помочь? Молитва. Вы можете помочь своей силой души, но это не значит, что он быстро вот раз и начал близко с детьми общаться. Ему это трудно. Ему трудно общаться близко с детьми, потому что у него другой склад психики. Я вижу этого человека, ему очень трудно это делать. Он любит детей, но ему трудно с ней близкое отношение строить, разговаривать долго. Ну, вот у него там большой объем работы в отношениях с детьми, большой объем работы. У вас меньше, у вас больше проработана эта судьба. Но не всегда ребенок копирует именно мою судьбу. Он может копировать судьбу моего близкого человека, допустим. И что теперь с этим делать? Видите, вы от сына ожидаете, что он будет такой же, как вы. Это иллюзия. Мешает вам жить. Примите, что он не такой же, как вы. У него другой объем работы в отношениях с детьми. И, соответственно, приняв этот объем работы, вы сможете ему помочь. Но пока вы ждете от него другого, ничего не получится. Допустим, человек зашел только на первую ступеньку девятиэтажного дома, а вы думаете, что он уже на шестом этаже. Это неправильное мышление приведет к серьезным проблемам. Нет, надо понять его уровень. Он в первом классе находится в отношениях с детьми. И надо принять этот уровень и, соответственно, с этим ему помогать. Какие-то простые вещи. Да, просто свой пример показывайте, как надо с детьми при нем. По-доброму. Не ругайте его за это. Почему ты не знаешь синус и косинус? Человек еще не знает 1 плюс 1 равно 2. А ты уже про синус и косинус. Какая логика, какая в этом? Вы ждете от него больше, чем он может. Это ошибка. Просто с учетом ввода, в 34-е годы, поделать этот развитие, может, в 50-е годы? Может, в 60-е годы. Он научится, как вы, общаться с детьми. Это будет его достижение. Его уровень развития. Он другой человек, не такой, как вы. Не развит в этом. Зато он больше развит в том, чтобы достигать своей цели в труде. Вы не смогли так достигать своей цели, как он. А он будет сильно развиваться в деятельности. Ваш сын. Да, да, есть. Ну, почему вы мне об этом не сказали? Ну, не знаю, что вообще. Так я поэтому и говорю, что когда человек к чему-то привязан, он теряет объективное восприятие реальности. Он начинает своего близкого человека воспринимать очень однобоко. Это результат ожидания от него. Видите, ожидание рождает сначала обиду и гнев, а потом память о правильной, адекватной восприятии личности пропадает. И мы начинаем о человеке думать плохо, в негативном ключе, потому что мы на основе своих ожиданий строим отношения с ним. И это и есть разрушение отношений. От этого люди разводятся. Отличный сын. Сильно развивается в деятельности. Сил на детей не хватает. Но у него такой недостаток. Ничего страшного. Это всё пройдёт со временем. Аминь, спасибо большое. Ваш вопрос. Олег Иванович, я хочу сказать, что если человек живет в невиршество, то от него надо отстраняться. Отстраняться не означает злить, злиться. Не отстраняться не означает злиться. Не означает ненавидеть, пренебрегать, презирать, брезговать. Это означает не устанавливать ни деловых, ни близких отношений. Просто выполнять свой долг перед ним и стараться поменьше общаться. Но нужно же с этим долгом не общаться. Можно. Очень сложно. Ему не надо. Человек, если в невежестве живёт, ему вашего общения не нужно. Ему нужны от вас просто те блага, которые вы должны ему дать. Всё. Если он действительно в невежестве, если он в страсти, он будет общаться только когда он заинтересован на эти темы. И вы можете как раз это ему и давать. Это будет гармония. А если человек в благости, он будет обо всём с вами общаться. Потому что он вас любит по-настоящему. А вот пока я отстранилась, я в работу ушла, я нормально считаю? Это нормально, но отстранение не означает пренебрегать человеком. Назначает его так же любить, но на дистанции. Это означает молиться за него, думать о нём с благодарностью, прощать, принимать и так далее. Но никто не отменял такое поведение в сердце по отношению к близкому человеку. И тогда вы не будете чувствовать, что вы его предали. Потому что часто люди думают, отстраниться означает предать человеку. Нет, это означает исключить тот тип отношений, который разрушает жизнь. Попытайтесь меня сейчас понять ещё раз все. Я вам ещё раз очень важную вещь скажу вновь, чтобы с другой стороны, чтобы вы это поняли. Смотрите, пытайтесь понять, что в судьбе есть способы сделать человека больным, несчастным и разрушенным. Этот способ называется «близкие отношения в виде речи», в виде беседы. Понимаете, да? Если судьба где-то очень деструктивно действует, то достаточно просто этот способ исключить, и тогда разрухи не будет. Вот, допустим, если вы с ядохимикатами имеете дело, одевайте перчатки. Допустим, у вас возникает в сердце мысль, «Ну зачем мне перчатки одевать? И так всё будет хорошо». Хорошо, тогда будет отравление. По этой причине, если человек имеет дело с невежественным человеком, то он должен его так же любить, всё то же самое. Но не надо выяснять отношения с ним, потому что выяснять нечего. У него взгляды будут насильственные по-любому, потому что он этого не понимает. Это его способ жить. Он так может, как может, так живёт. Это его способ, возможность жить. Просто любите его на расстоянии, вкладывайте в него разум, потому что Любовь раскрывает сознание человека. Он меняет сознание, он меняет восприятие мира. И тогда он уже будет раскаиваться в том, что он так делал раньше. А, с вами, да, я перележу. Да, пожалуйста. Потом, смотрите, когда человек находится в страсти, то тоже, это уже не перчатки защитные, это просто мыть руки, понимаете? То есть это означает, что тоже опасно, слишком близко, но уже отношения можно строить. Уже человек заинтересован в отношениях, потому что он очень чувствует, что нужно быть вместе. Ему надо это для достижения своих целей. Поэтому вы сотрудничаете, вы с ним вместе, всё. Но рассказывать ему про ваши недостатки не надо, потому что этот рассказ приведёт вас к поражению. Он сразу этим воспользуется, начнёт вас потом критиковать за это, за всё. Просто поймите, что открывать слишком сердце вы не сможете сильно с этим человеком. Но любить его можно, как и всех остальных людей. Заботиться, быть вместе, но не слишком глубоко открывать сердце, потому что иначе будет разруха, мои хорошие. Пока человек не развивается до благости, он не может быть абсолютно искренним, честным, верным. Это всё просто нереально, потому что у него нет таких желаний в сердце. Он к этому не стремился. У него есть другие интересы от жизни. Пытайтесь это понять. И если человек чего-то не хочет, ему это не навяжешь. Допустим, человек не развился ещё для того, чтобы менять себя. Он развился, чтобы менять этот мир. Он в страсти находится. И ему говорит, пойдём лекцию послушаем. На этой лекции ты узнаешь, как себя менять. Он скажет, так зачем мне себя менять? Ты чё? Я и так хороший. Пытайтесь понять. Человек в невежестве считает себя очень абсолютно правильным и практически святым. Ему себя менять уж точно не надо. Человек в страсти считает, что у него есть проблемы, и они все связаны с возможностью зарабатывать. И он поэтому это всё изучает и пытается как бы в власти добиться силы, влияния. И там он это будет изучать, потому что это связано с его целями господствовать над этим миром. И если ему говорят, ты как бы пойдём, ты станешь счастливым, если себя начнёшь менять. Он скажет, да ничего такого не будет. Я буду счастливым, когда я буду денег много зарабатывать. Зачем мне там что-то париться, там себя менять? Это определённое развитие сознания, и вы не поменяете это развитие. Вы не сможете человека убедить в том, что ему надо лекции слушать по самосовершенствию. Это невозможно. Он просто не понимает, зачем. Но когда человек в благости находится, он как раз и этим и заниматься будет. Это его дело уже. У него раскрылось сознание больше. Понимаете? Не пытайтесь превосхитить ситуацию в жизни. Не пытайтесь из людей делать то, чем они не являются. Это негуманно. Неправильно и нечестно. Ваш вопрос. И потом узнали, да? Кто есть кто? Нормально? А он точно в невежестве? Я уже спрашивал одну женщину об этом. Потому что часто, когда человек начинает развиваться, у него возникает в развитии такая стадия, что все вокруг становятся невежестве, а он в благости. У меня была тоже такая стадия. Я ходил, думал, ну вот я закаливаюсь, а все не закалённые. Я вегетарианец, а все трупоеды. Я работаю над собой йогой, занимаюсь все ленивые. Я встаю рано, все поздно. Знаете, как я гордился собой? Я читал лекции здесь в Самаре, в одном подвальчике. Мне было 24 года. И на этих лекциях я смотрел на людей и говорил, ты сегодня встала поздно. Девушке вот сейчас говорю, потому что она правда поздно встала. девушке. И она говорит, да, Олег Геннадьевич виноват. Люди краснели, короче, уходили с лекции. Кто-то автовался, слушал, предавался Олег Геннадьевичу, который всех громил. Это было 26 лет назад. За это время что-то поменялось. Это означает определенный этап развития человека. Итак, у вас хороший муж или нет? Я считаю, что он хороший. Спасибо. Это важно. А, вот о чем вы говорите. Да, это извечная тема женщин. Это извечная тема обвинения женщин в излишней привязанности к сексу мужчин. Хорошо. Поговорим на это. Если нет проблем, хотите на эту тему. Но женщинам надо глубоко вдохнуть сейчас. Вы готовы, нет? Глубоко вдохнуть готовы? Женщина. Это такая серьезная тема, интимная. Будем говорить нет или кто-то против? Смотрите, мои хорошие. У мужчин счастье в половых отношениях, то есть половая энергия, она действует только через одно место в теле. Правда, жизни. А у женщины через все тело. Женщина наслаждается жизнью через комфорт, через хорошую квартиру, через свое нежное и мягкое тело. Она наслаждается жизнью. Она наслаждается жизнью через отношения с детьми и так далее. А мужчина вот так сильно может наслаждаться только через отношения с женой. И причем определенного вида отношений. Женщина, она от мужчины получает все это. Она получает от него комфорт. И это приводит ее в состояние наслаждения. Она чувствует счастье рядом с мужчиной. Наслаждается жизнью. И это ее наслаждение приводит его к возбуждению рядом с ним. Он тоже хочет счастья от нее. Потому что, раз она счастлива, она дарит ему вот это вот состояние, и он тоже хочет счастья. А она потом говорит, фигушки, это очень греховно так жить. Ну так, между прочим, мои хорошие, просто пытайтесь понять, что это очень хитрая позиция. Вы наслаждаетесь жизнью, мужчина не может. Потому что женские наслаждения имеют тайную скрытую природу. Они не греховные. Мужчины наслаждения всегда греховны. Вот, например, женщина, когда кушает, она наслаждается вкусом пищи, а мужчина — количеством. И вкусом наслаждаться не греховно. Женщина кушает, ааа, очень вкусно. И мужчина тоже хочет наслаждаться, он начинает есть, он говорит, хватит обжираться, ты что жрешь? А он говорит, а ты что делаешь? А я кушаю. Чувствуете, да? Женская природа более защищена от греха. То есть она наслаждается так, что никто даже не замечает. А мужская природа, когда хочет понаслаждаться, попадает в засаду. Например, когда мужчина женщину гладит, это тоже половое, это тоже сексуальное отношение, называется тонкий секс. Это прилично. Когда мужчина хочет как бы наслаждаться жизнью, стоп, это уже неприлично. я не против того, как устроен этот мир, я просто сейчас женщинам раскрываю глаза. Если вы пытаетесь в чем-то обличать своего мужа, то тогда подумайте о последствиях. Если вы как бы против того, что вот мужчина у вас такой греховный, постоянно ему секс нужен, все остальное, часто женщины так себя ведут. Вот. Можно же без мужа остаться просто. И вокруг будет одна женская, негреховная природа. Чистая такая, возвышенная, но мужиков нет. Они все разбежались. Такие греховные и низменные. Мужской половой центр имеет очень грубую природу, насилие и победы. Это самый нижний психический центр человека. Там скапливается больше всего грехов, поэтому мужская половая энергия греховна по своей природе и такая противная. Греховная и противная по природе мужская половая энергия. Женский половой центр или эгоизм. Это более высокий центр в человеке. Это уже не копчиковый центр, а паховый центр. И он, женский половой центр, связан с комфортом, лаской, вниманием, заботой. И женская половая энергия находится в более высоких сферах. И она, как бы, считается не такой греховной. Но это та же самая половая энергия. Так у того же самого человека. Просто она имеет другую природу. Но если вы то же самое в себе культивируете, женщины, тогда в мужчинах это то же самое. Не обвиняйте. Потому что если вы будете рядом с мужем себя вести очень нежно и ласково, вам хорошо рядом с ним, то тогда результат будет один. У него возникнет то же самое. Что и у вас. Только по-мужски уже. Услышали, нет? Намотали на женский ус? Хорошо. Надо быть очень осторожным в обвинении полов, когда человек начинает, женщины, когда против мужчин, начинают мужчины против женщин. Это чревато последствиями одиночества, несчастной жизни. Бог не любит таких гордых людей. Итак, у вас хороший муж? Теперь во всех отношениях уже? Хорошо. Спасибо вам. Вы учительница, да? Нет? Просили преподавать вас куда-то. Вы преподаватель по природе. Просто через философию можете полностью поменять свою жизнь. У вас очень сильный разум. Хорошо. Последний... О, все, уже вопросы закончились. Все сели прямо. Сейчас у нас начнется дальше тренинг наш. У меня к вам вопрос. Вам не скучно на лекциях? Все нормально? Я просто поднял клампу немножко сегодня. Вы же родные. Вы же самарцы, родные. Я же здесь. Поэтому я немножко так оп, задрал. Слишком так серьезно начал вам рассказывать. Ничего? Нормально? Не заклинило? Ничего так? Хорошо. Потому что слишком сильное задирание планки не приводит к хорошим результатам. Обычно. сели прямо. Настраиваемся на молитву. Вспоминаем святость в своей вере. Или в то, что вам кажется святым. И то, что вспомнили, из сердца отдавайте. Я желаю всем счастья. Означает вот то, что я вспомню, что я помню. Что-то чисто. Вы старайтесь сильно помнить. И старайтесь сильно-сильно находиться в той атмосфере, которая создает хор, который сейчас будет петь. Когда у нас одна атмосфера возникнет, мы в ней будем повторять. Вот так сосредоточено. Я желаю всем счастья, вспоминая свою святыню, в своей вере. Всех свои. Каждые разные веры. У всех свои. То возникает общая такая среда, в которой очень сильно человек может развиваться. эта среда является крайне важным фактором для победы над судьбой. Потому что победа над судьбой всегда происходит сильно, когда люди вместе объединяются с этой целью. Поэтому очень важно, что мы не поодиночке это делаем, а нас много. Чем больше людей вот так настраиваются, тем сильнее результат. отлично. Я желаю всем счастья, я желаю Я желаю всем счастье. 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 В любви. В любви. Знания. Здоровья. Всего самого Светлого. Вашей Светлой. Я очень благодарен вам за то, что вы были со мной сегодня. В святого времени. Спасибо вам большое. Всего доброго. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...